Рада вас приветствовать на нашем вебинаре по направлению «Бодрум». Я назвала его прокулкой, постараюсь объяснить вам все нюансы и в то же время добавить какую-то информацию, не только какие-то характеристики отеля, но и передать личные впечатления. Зачастую, я думаю, что каждый из вас предлагает самотуристу тот или иной отель или ту или иную страну именно на основе каких-то личных впечатлений. Так что сегодня мы с вами попробуем окунуться в атмосферу этого замечательного турецкого курорта, города «Бодрум», посмотрим, чем отличается от привычного и хорошо нам знакомого направления «Анталия» и расскажу, чем можно заняться, как развлечься, отдыхая в «Бодруме». Здравствуйте, зовут меня Валентина, я специалист по региональному маркетингу в Краснодарском офисе «Анекс.Тур». Сегодня в течение вебинара нашего «Вместе со мной» будет здесь присутствовать Екатерина. Екатерина Кагаева, она тоже является маркетологом Краснодарского офиса «Анекс.Тур», и мы совместно будем проводить вебинар. Я буду отвечать, так скажем, за текстовую часть, я буду рассказывать, я буду показывать на слайдах, а Екатерина будет мне помогать, стараться отвечать на все ваши вопросы, которые у вас будут возникать в чате, чтобы я, возможно, что-то не упустила. Ну и, как обычно, мы начнем наш вебинар с информации о полетной программе, поскольку сегодня нас слушают не только краснодарские агентства, а также и другие города, края, не только, может быть. Я не буду вдаваться в подробности в плане того, с какой даты мы начинаем полетную программу, в какую дату она завершается. Вот, все это можно увидеть в подборе тура, но хочу озвучить общую информацию, что касается летнего сезона 2020 года. Ну, сейчас, конечно, затруднительно сказать, с какой даты все полеты возобновятся, но, поверьте, мы этого очень сильно ждем, и мы максимально готовы к этому. Вот, что у нас запланировано на лето 2020. Из Краснодара и Ростова у нас будет следующая полетная программа, это направления Анталия, Даламан, Бодрум. Также представлены Барселона, Греция, остров Крит и Тунис. Если мы говорим о вылете из минеральных вод, то там представлено два направления, это Анталия и Даламан. На зиму мы тоже уже подготовились, мы уже рассчитали полетные программы в Таиланд, и здесь есть у нас новинка. Как вы знаете, из Краснодара зимой в основном у нас всегда была Паттая. Но в этом году нам поставили Пхукетчин, мы безмерно рады и надеемся, что зимний сезон пройдет очень и очень хорошо. Поэтому Таиланд у нас представлен из Краснодара и Ростова, такими направлениями, как Паттайя и Пхукет. Также на зимний сезон 2020-2021 просчитаны направления Эмираты из минвод Краснодара и Ростова, и также Индия из Ростова. То есть, видите, в основном схожая полетная программа, но у каждого города есть какие-то небольшие изюмники. Например, Индия из Ростова летает, из минвода, конечно, поменьше полетная программа представлена, не столь обширно, но тем не менее, вылеты по некоторым направлениям тоже есть. И сейчас уже на нашем сайте в подборе Тура рассчитаны цены на летние направления 2021 года. То есть, это, наверное, самый ранний за всю историю туризма просчет летнего направления. Вот, поэтому, в принципе, конечно, все это вы можете видеть на сайте, но если вопросы возникнут по полетке, тоже можете задать их. Ну и, конечно, не могу не сказать пару слов о нашей авиакомпании, о нашем стратегическом партнере. Это авиакомпания Azurair. Практически вся полетная программа, особенно чартерная, выполняется на рейсах именно этой авиакомпании. Напомню, что на рейсах есть возможность предварительного выбора места в самолете, как заранее при бронировании заявки, так и за 24 часа до вылета с помощью онлайн-регистрации. Ну и, кроме того, есть возможность заказать такие услуги, как поздравления на борту, в том случае, если у туристов день рождения или день свадьбы. Услуги платные, стоимость можно у нас на сайте узнать. Ну, а также узнать по нюансам добавления их, как их добавить. Идем дальше, постепенно передвигаемся. Ну и непосредственно начнем уже нашу беседу по направлению Бодрум. Не будем сегодня долго затягивать, и так вы долго меня ждали. Что касается направления. Направление до сих пор, я думаю, что для многих не совсем понятно. Вроде бы Турция, но вроде бы все говорят, что это другая Турция. Ну, для того, чтобы вы могли понять, для кого подходит данный регион, мы должны с вами разобраться, какая погода нас ожидает, какие природные особенности у региона, и какие здесь пляжи, какие здесь отели. Бодрум – это район и город Турции. Находится он в провинции Мугла, на побережье Егейского моря. То есть это уже будет Егейское побережье. Напротив греческого острова Кос располагается Бодрум, поэтому, попадая сюда, туристы могут посетить еще и Грецию. То есть это такой большой плюс, я считаю. Вообще Бодрум представляет из себя полуостров, на котором есть 14 бухт. Очень много разных поселочков, отели все в основном выстроены вдоль берега. И полуостров по побережью можно объехать примерно за 2,5 часа. То есть он небольшой. Бодрум как курорт, он очень популярен у самих турков, то есть в самой Турции, среди обеспеченных местных жителей. И это считается наиболее такой премиальный и элитный курорт. Именно в Бодруме отдыхают очень многие политики, известные люди, звезды, спортсмены. Пляжи региона очень разнообразные. Здесь есть как песчаные пляжи с пологим заходом, так и песчаногалечные. Есть также и каменистые пляжи. То есть вообще в зависимости от того, в каком регионе у нас будут отдыхать туристы, будет абсолютно разный пляж. Очень многие пляжи присвоен голубой флаг. То есть это действительно очень чистые, живописные пляжи, где будет комфортно как отдыхать молодежи, так и туристам семейным, туристам с детьми. Что сказать по отельной базе? Ну вот на слайде представлены у нас рекомендуемые наши отели. Так, вижу, очень много вопросов появляется в чате. Что касается визы для посещения острова Кост, мы к этому вернемся. Я потом чуть позднее, после того, как отели посмотрим, у нас будет слайд с экскурсиями, и там я уже немножко более подробно раскрою тему острова Кост. Вернемся к нашим отелям. Ну, отличительной особенностью многих отелей Бодрума является постройка ярусами. То есть это такая общая, так скажем, характеристика, которую можно очень часто встретить в регионе Бодрум. Такая постройка ярусами, она связана с ландшафтом местности, то есть местность холмистая. И, соответственно, очень часто бывают отели на возвышенности, для того, чтобы было как можно комфортнее туристам располагаться в отеле, строят ярусами, при этом, например, с верхнего яруса и до самого нижнего, до пляжа, не составляют никакой проблемы добраться, то есть это не означает, что будет миллион ступенек. В основном это система лифтов, поэтому абсолютно всем будет это удобно. Еще одной, так скажем, общей чертой отелей Бодрума будет европейский формат сервиса и обслуживания. То есть это обусловлено тем, что очень-очень много европейских туристов здесь на побережье отдыхает, и есть очень много отелей, которые даже не работают на системе «все включено». И концепция «все включено» появилась в Бодруме гораздо позднее, чем, например, на Анталийском побережье. Поэтому ряд отелей, даже премиальных, здесь не работает с all-inclusive. И в очень многих пятерках, которые предлагают концепцию all-inclusive, многие рестораны и бары работают, например, до 23.00 или до 12.00. То есть это такой all-inclusive, который не 24 часа у нас. Еще одна особенность – это анимация. Анимация есть далеко не во всех отелях, а где она есть, она, скорее всего, будет в очень легком, light, soft варианте. То есть будут развлекательные какие-нибудь дневные мероприятия или вечером живая музыка. То есть то, что есть у нас, опять-таки, на Анталийском побережье, здесь, конечно, представлено уже совсем иначе. Кроме того, в связи с тем, что европейцев много, в связи с тем, что отели очень многие направлены на работу с контингентом из Европы, отдыхающих, то русскоязычного персонала здесь не так много. То есть не всегда в отеле можно встретить русскоязычный персонал. Но в любом случае, даже на каком-то ломаном английском, я думаю, что можно изъясниться, потому что в отелях обязательно английский язык персонал весь знает. Ну и вообще, про Бодрум иногда говорят, что это маленькая Греция. Такое сравнение, конечно, не лишено оснований, потому что греческие острова находятся поблизости, это накладывает свой отпечаток на облик курорта. И здесь такая, ну, немножко атмосфера похожа на Грецию, похожа на европейские какие-то страны и города. Среди отелей, которые у нас есть в регионе Бодрум, есть несколько из них, которые у нас включены в концепцию аннекс-приорити. Я надеюсь, что вы знакомы с этой концепцией. Она у нас уже достаточно давно появилась. Мы очень много про нее рассказываем. То есть бронируя отели, которые попадают под эту концепцию, а зачастую это достаточно дорогие отели 5 звезд. То есть если вы на слайд посмотрите, здесь несколько отелей представлено, да, и все они отнюдь не простые, так скажем, да, то есть это все хорошие дорогие пятерки. Что же у нас получает турист, если выберет, к примеру, Риксис Премиум Бодрум или Лужа Бодрум? Помимо стандартного пакетного тура у нас еще предлагаются некоторые такие, так скажем, комплементарные услуги, которые турист получает совершенно бесплатно. Это страхование от невыезда. Называется программа «Спокойный отдых». Детали программы можно почитать у нас на сайте. Углубляться не будем. Страховки – это дело такое. Там все нужно внимательно просматривать. Далее. При перелете авиакомпании «Азурэйр» мы делаем апгрейд до мест «Азурспейс». Это как раз-таки те места, которые у нас с расширенным пространством для ног. Это аварийный выход, это первые ряды. То есть ваши туристы по концепции «Анэксприорити» могут совершенно бесплатно выбрать эти места. Зал повышенной комфортности на вылете. Но скажу за Краснодар. Например, в Краснодаре у нас в зале международных вылетов нет такого полноценного бизнес-зала. Но есть зал ожидания повышенной комфортности. По прибытию в аэропорт туристы просто могут подойти, показать ваучер и пройти, ожидать свой вылет уже в более комфортном месте. Также при перелете на «Азурэйр» мы увеличиваем норму провоза багажа. То есть для эконом-класса у нас из Краснодара, например, из Ростова не летают самолеты с бизнес-классом. Для эконом-класса мы делаем увеличение нормы провоза багажа плюс 10 кг. То есть это достаточно такой хороший, я считаю, плюс. Особенно если мы возвращаемся обратно с подарками, сувенирами и так далее, с покупками. Плюс ко всему идет индивидуальный алиэкспресс-трансфер, индивидуальная стойка регистрации ваучеров по прилету в аэропорту Бодрума. Такая стойка у нас есть в Бодруме и в Анталии. Ну, здесь у нас акцент на Бодрум. И также такие опции, как отдельная встреча с гидом в удобное время для туристов и поддержка по телефону 24 на 7. Но это не та горячая линия, которая обслуживает нас абсолютно всех туристов. Это горячая линия отдельная совершенно. Давайте разберемся, какая погода нас будет ожидать, какой климат же у нас на побережье Бодрума. Ну, здесь погода формируется в основном под влиянием Эгейского моря. То есть оно более прохладное, чем Средиземное. Соответственно, летом здесь несколько иная погода, нежели на Анталийском побережье. Ну, вот благодаря этой особенности, влиянию Эгейского моря, летом здесь устанавливается более комфортная, более переносимая жара, нежели в Анталии. Курортный сезон у нас здесь длится, ну, 4-5 месяцев. То есть, начинаем мы вылеты с мая и заканчиваем, там, в конце сентября, бывает, в конце октября. Вообще, надо сказать, что самые теплые месяцы для пребывания на этом курорте, чтобы можно было купаться, загорать, это июнь, июль, август и начало сентября. Температура воздуха будет, ну, 25-30 градусов. При этом вода в начале сезона, в начале лета может быть 21-22 градуса и постепенно идет на повышение. К сентябрю прогревается до 25-26 градусов. Самым идеальным периодом для отдыха является первая половина сентября, потому что вода уже прогрета, а солнце уже не такое палящее, не такое жаркое. Вот. И вообще, одна из особенностей погоды, это отсутствие межсезонья. У местных жителей даже есть такая пословица, поговорка, что половина марта зима, половина марта лета. То есть, точно отражает суть отсутствия межсезонья. То есть, теплая погода здесь наступает внезапно и даже резко. Вот. Ну, по поводу пляжей. И я уже немножко тему начинала. То есть, пляжей очень много, очень много бухт уединенных. И вот посмотрите, какие пейзажи нас ожидают. То есть, лежа на пляже, мы можем смотреть на горизонт и видеть, что рядом какие-то острова, какие-то соседние бухты. Это действительно типичные для Бодрума пейзажи. Вода здесь бирюзовая, кристально чистая. Единственное, пожалуй, может быть, в какой бухте у туристов могут возникнуть какие-то негодования по поводу пляжей. Это в самом Бодруме, потому что там огромное количество яхтенных причалов, много яхт. Ну, соответственно, где яхты, там купаться может быть не суперкомфортно. Пляжи абсолютно разные. То есть, есть песчаные с пологим заходом, есть песчаные, но при этом при заходе встречается галька. Есть скалистые пляжи, то есть, абсолютно разные. Есть вообще в некоторых местах даже отели делают себе настилы, то есть, пляж Пантон получается. И заход в море только с Пантона. Ну, по поводу Медуз, не знаю, как прокомментировать. Конечно, они здесь есть, но такого, что там в какой-то летний месяц их прям наплыв большой, и из-за этого нельзя купаться, ну, нет. Такого я здесь не знаю, не встречала и даже не слышала. Поэтому, ну, Медузы в любом море есть, но здесь, по крайней мере, я не слышала таких проблем, как, знаете, вот в Тунисе, например, есть. Что касается природы. Природа очень живописная, то есть, Бодрым расположен на полуострове. И, то есть, очень хороший идут поток воздуха, то есть, он насквозь продуваемый. Благодаря чему здесь очень легко переносится даже сильная жара. Влажность здесь не очень большая, поэтому многие рекомендуют этот регион для отдыха людей, у которых есть проблемы с оболеваниями дыхательных путей. Здесь очень легко дышится, и здесь очень много хвойных растений, соответственно, ну, комфортно. Тем классом, тем у кого-то, не знаю, аллергии или еще что-то. В целом, природа острова, полуострова очень живописная. Это сочетание цветущих равнин, это невысокие холмы, это очень большое количество цитрусовых деревьев. Тут это лимонные сады, апельсиновые сады. Вот, берег сильно изрезан, из-за этого, мне кажется, место еще более уникальным становится. Для кого курорт? Для кого курорт? Ну, говоря о бодрыме, чаще всего можно услышать, что, как я и начинала уже, что это не Турция, это другая Турция. И даже внешне бодрым похож на, не на турецкий город, вот, а на греческий. То есть он выглядит, как росы белых домиков, таких вот кубиков с плоскими крышами. Постройки все невысокие, то есть это в основном 2-3 этажа. И в окружении очень красивых цветущих садов, цветов. Вот, ну, стиль, в котором выстроен город, вот этот бело-голубой, он охраняется государством. И также строительство высокоэтажных зданий здесь запрещено. То есть делает правительство, государство все, чтобы сохранить уникальность этого места. И туристы могли наблюдать все именно в таком виде. Бодрым – это один из крупных курортов на Эгейском побережье. Это крупный считается город, хотя по моим меркам, конечно, он совсем небольшой. Город считается самым западным не только в географическом плане, но еще и в вопросах образа жизни. То есть так, как сказывается влияние греческого государства. Основной контингент, как я и говорила, отдыхающих туристов – это европейцы и сами турки. Вообще Бодрым – это прекрасное, идеальное место для молодежи, потому что здесь есть активная ночная жизнь. Для активных людей, которые любят посмотреть какие-то достопримечательности исторические, возможно, даже самостоятельно где-то передвигаться, не беря экскурсию. То есть для тех, кто привык быть в движении. Но здесь и семейным парам, которые предпочитают тихий, уютный, спокойный отдых, тоже найдется место. То есть я бы сказала, что Бодрым абсолютно подойдет всем категориям туристов. Просто главное – правильно подобрать отель, правильно подобрать тот или иной регион. Ну и что мы видим, когда прилетаем в Бодрым? Конечно, вся наша история, вся наша поездка начинается с аэропорта. Мы уже на данном этапе владеем информацией общей о курорте, что мы уже определились, что Бодрым нам по душе, нужно посмотреть. Поэтому прибываем в аэропорт. Аэропорт у нас называется Милос-Бодрум. Сам по себе аэропорт небольшой, но он достаточно комфортный, он современный. Есть дьюти-фри, есть кафе, магазины, то есть в принципе он оборудован всем тем привычным, что мы привыкли видеть в аэропорту. Для туристов, которые привыкли к максимальному комфорту, есть возможность приобрести вип-услуги в аэропорту Бодрума. Это такие услуги, как фасттрек на прилете, фасттрек на вылете и сип-лаунж. Услуги эти можно добавить при бронировании заявки. Также можно это сделать и позднее написать нам. Стоимость услуг и более детальное описание есть на нашем сайте в разделе авиаперелет и вип-услуги в аэропортах. Ну вот мы с вами прилетели в Бодрум. Прошли все этапы контроля в аэропорту и идем к своему автобусу. Отмечу, что встреча туристов в аэропорту проводится нашими сотрудниками полностью в брендированной форме. С указателями, табличками, брендированными автобусами. То есть в принципе невозможно заблудиться, невозможно потеряться. Всегда туристы найдут именно нашего представителя. Ну и конечно после того, как мы прилетели, нас интересует, сколько же времени мы потратим на трансфер, чтобы добраться к нашему отелю. Ну вот здесь на слайде постаралась представить, отразить все бухты Бодрума. Вот собственно с левой стороны вы видите картинку, скриншот с карты, где отмечены бухты. И мы видим как раз таки то, о чем я говорила, что берег абсолютно такой вот неровный, очень-очень много бухт. То есть даже в одном регионе может быть один регион, один городочек, один поселок разбит на несколько бухт. Вот. А с правой стороны, это я уже постаралась отразить расстояние от аэропорта до региона Дидим. Потому что Бодрум включает в себя само направление, да, то, что мы предлагаем в нашем подборе туре. Это не только бухты полуострова. Это также и другие районы. Например, район Дидим, он находится немножечко подальше от аэропорта. Здесь расстояние порядка 70 километров будет. Ну, соответственно, едем на трансфере чуть дольше, чем до бухт Бодрума. Вот. Что еще здесь хочу сказать? Что помимо Дидима и Бодрума у нас предлагаются такие курорты, как Измир и Кушадасы. Но вот про Измир и Кушадасы мы сегодня разговаривать не будем. То есть я просто объясню, что эти регионы находятся дальше всего от аэропорта Милос-Бодрум. То есть это порядка, ну вот Измир, например, порядка 200 километров от аэропорта. Кушадасы порядка 120 километров. Эти районы, безусловно, могут предложить прекрасный отдых, в том числе семейный. Но сегодня мы отельную базу их рассматривать не будем. Вот. Мы поговорим более подробно о ближайших к аэропорту районов. А что касается Измира, в Измире тоже есть аэропорт. Но с нашего юга России, например, мы не летаем в этот аэропорт. Поэтому, возможно, регион курорта Кушадасы-Измир будет наиболее интересен и комфортен именно с вылетом, к примеру, из Москвы. Вот. Но, тем не менее, если вы бронируете с вылетом из Краснодара, это тоже все возможно. Просто нужно располагать информацию и предупреждать туристов, что трансфер займет столько-то времени, столько-то километров. Итак, Измир располагается примерно в 70 километрах от аэропорта. И, соответственно, трансфер займет более часа. Что касается Бухт-Бодрума. Ну, вот прям все перечислять не стала, потому что их много. Но, чтобы вы примерно понимали, у нас получается самый ближайший к аэропорту район называется Гюверджин-Лик. Он находится примерно в 20 километрах от аэропорта. Ну, сами понимаете, что трансфер будет очень-очень близкий, очень быстрый. Далее, немножко подальше уже идет именно город Бодрум. Тут уже расстояние порядка 30 километров. То есть, трансфер займет от 40 и более минут, в зависимости от того, сколько отелей мы завозим туристов. Далее, взяла вот бухты, которые немножко подальше расположены. Да, это Тургутрейс, например. Тургутрейс у нас находится в 55 километрах от аэропорта. И еще одна достаточно крупная бухта, это Елаковак. Она находится в 50 километрах от аэропорта. В принципе, трансфер в Бодруме, он немного времени занимает. Единственное, наверное, только до Дидима нужно будет немножко проехаться. Ну, а пока мы с вами передвигаемся на трансфере, у нас есть время немножко поговорить о истории Бодрума. Сейчас дам такую небольшую историческую справку. История Бодрума, как и большинство турецких городов, она очень богата событиями. То есть, вообще, в прошлом Бодрум назывался Галикарнас. То есть, это такой известный город. И известность он приобрел благодаря корейскому царю Мавзолу. Очень известная достопримечательность Бодруме – это Галикарнасский мавзолей. Он считался одним из семи чудес света. Именно от этого сооружения, которое стало одним из семи чудес света, и произошло современное название Мавзолей. То есть, это достаточно интересный такой факт. В истории Бодрума было очень много разных периодов. Здесь побывал в свое время, город был покорен Александром Македонским. И Александр Македонский сжег город практически дотла, оставив только нетронутую гробницу Мавсола. Впоследствии эту усыпальницу как раз-таки использовали для строительства замка, крепости Святого Петра. Это тоже очень знаменитая достопримечательность. Практически на всех фотографиях, если мы в гугле наберем Бодрум, обязательно будет крепость Святого Петра. Также в истории Бодрума был римский период. И город входил в островное Родосское государство. То есть, греки здесь такой достаточно сильный отпечаток оставили. Ну и вообще, турецким город стал только в 1921 году, когда уже сюда вошли войска Мустафы Кемали Ататюрка. Существует несколько гипотез о том, почему вообще город приобрел название Бодрум. Ведь раньше он назывался Галикарнас. То есть, ну, сложная трансформация получается. Ну, есть несколько версий. Одна из самых популярных и распространенных рассказывает о том, что нынешнее название город Бодрум получил в честь построенной рыцарями крепости Святого Петра. На греческом языке имя Петр звучит как Петр, Петрос. Ну, согласно летописям, которые нашли в крепости, греки переименовали остров в Петерум. Ну, а турки в силу особенностей турецкой фонетики уже записали как Бодрум. И далее уже трансформировалось слово в Бодрум. Вот, это одна из версий. И вторая версия гласит о том, что на территории античного города Галикарнас находился древнеримский ипподром, где проводились гладиаторские схватки, устраивались соревнования на колесницах. И с течением времени само слово звучание «Ипподром» постепенно трансформировалось в Бодрум. Вот, ну, такой вот небольшой экскурс, конечно, я не гид-историк, не могу вас окунуть с головой, но, тем не менее, такая маленькая краткая историческая справка. Что еще нужно знать туристам, которые у нас пребывают в Бодрум? Ну, как и во всей Турции, время у нас не отличается. То есть в Бодруме сейчас, как и у нас, 12 часов 18 минут. Палюта здесь – это турецкая лира. Курс одной лиры – это порядка 10,4 рубля. Рассчитываться в Бодруме можно долларами, можно евро, можно лирами. Но, как сказать, смотря где вы будете приобретать что-то, либо расплачиваться. То есть в больших супермаркетах сетевых или каких-то магазинах крупных вы можете расплатиться и долларами, и евро, и лирами. Ну, например, заходя в какую-то небольшую сувенирную лавку или какой-то магазинчик небольшой продуктовый в каком-нибудь спокойном райончике, возможно, что вас попросят оплату только в лирах, а если и возьмут евро или доллары, то по очень невыгодному для вас курсу. Кроме того, помимо наличных, можно, конечно, пользоваться картами. Думаю, тоже большинство из вас знает, что на территории Турции у нас есть Денис Банк прекрасный, который является, так скажем, можно сказать, нашим Сбербанком. То есть есть банкоматы, есть терминалы, где можно без комиссии с карт Сбербанка снимать денежные средства. И, кроме того, даже рублевой картой Сбербанка можно расплачиваться в магазинах. И идет уже конвертация сразу, например, рубль-лира или рубль-евро. То есть у вас в магазине спрашивают, в какой валюте вы хотите списать. В принципе, это выгодно получается. Я, например, когда еду в Турцию, как правило, беру небольшую какую-то сумму наличными, а все остальное оплачиваю картой. Это максимально удобно, не нужно ничего менять. И, конечно, не лишней будет информация о транспорте. Как мы будем вообще передвигаться, если вдруг захотим покинуть территорию отеля и куда-то отправиться. Общественный транспорт в Бодруме, он представлен маршрутками, автобусами, такси и паромами до греческих островов. Ну вот маршрутки, это так называемые долмуши. Это самый-самый простой, самый дешевый и быстрый способ передвижения по Бодруму. Ну, кроме того, можно даже и в соседнюю бухту уехать. Ну, единственное, такое минус, что в часы пик эти маршрутки забиваются до отказа, и, честно говоря, не самая комфортная может быть поездка. Вот. У долмуши нет точных остановок, они останавливаются по требованию по всему маршруту. И стоимость проезда по городу полторы турецкие лиры. Следующий вид транспорта – паром. Почему я его сюда включила? Ну, потому что есть туристы, которые, к примеру, имеют шенгенскую визу, и они не хотят покупать в составе экскурсии поездку на косы, они хотят самостоятельно посетить этот остров. В таком случае можно прекрасно на пароме самостоятельно это сделать. Билеты на паром лучше покупать заранее, иначе можно остаться без билета, потому что в сезон очень много желающих посетить остров Кос. И цена примерно, ну, ориентировочно 30 евро с человека в обе стороны. Цены в течение сезона варьируются. Кроме того, с разных мест могут отправляться разные компании, которые занимаются именно паромами и перевозками. Есть скоростные катера, есть паромы, которые идут там несколько дольше. То есть на скоростном катере, может, за полчаса можно добраться. Если мы идем на пароме, то это может занять 50 минут, час. То есть такой вот нюанс есть. Ну и, конечно, одним из очень востребованных видов транспорта является такси. Такси в Бодруме, наверное, ну, самый такой удобный, на мой взгляд, транспорт по ценам. Ну, сравнимо с нашими ценами. Ну, я по Краснодару, например, сижу, я думаю, что в других городах плюс-минус цены на такси примерно такие же. То есть, ну, минимальная поездка, там, не очень далеко, если мы едем, она может обойтись, там, 5 долларов. Вот. Если мы, там, едем в какую-то соседнюю бухту, она может обойтись 10 долларов. Вообще, чтобы ориентироваться по поводу такси, достаточно просто взглянуть туристам по сторонам на улице, и обязательно они увидят, что такси очень много, они имеют ярко-желтую окраску. И на кузове обычно надпись просто с названием «Обслуживающая фирма». Все такси работают по счетчику, но при этом все равно торг уместен. То есть, вы можете перед тем, как сесть в машину, уточнить, сколько будет стоить ваша поездка в ту или иную точку, и договориться о цене с водителем. У такси есть дневной тариф, который действует с 6 утра до 12 ночи, а с 12 ночи уже устанавливается ночной тариф. Ночной тариф будет на 50% дороже, чем дневной. Во многих общественных местах, кстати, и возле отелей есть желтые кнопки вызова такси. И, как правило, возле этой кнопки есть даже небольшая такая табличка с прайсом, где указаны цены до ближайших популярных мест. Это очень удобно, потому что, находясь на отдыхе, мы в основном, не знаю, пользуемся интернетом, вай-фай, в отеле, в номере. Далее, когда выходим за пределы отеля, мы остаемся зачастую без интернета, пока не дойдем до кафе или до какой-то точки с вай-фаем. Соответственно, вызывать такси нам, получается, не очень удобно. И позвонить мы не можем, и по приложению какому-то вызвать. А такие кнопки очень-очень спасают. То есть нажали кнопочку, за ближайшей стоянки буквально в течение 5 минут подъезжает такси, и вы садитесь, едете по тому маршруту, который задумали. Так, ну что, мы с вами добрались уже до региона Дидим. Регион Дидим у нас отличается тем, что предлагает туристам спокойный, размеренный отдых. Здесь нет активных тусовок. Очень спокойный район, то есть молодежи здесь будет скучновато. А вот для семей, особенно семей с детьми, либо пар, которые хотят спокойный отдых, здесь будет самое то. Это не говорит о том, что здесь прям совсем глуша, нечем заняться. Просто здесь нет такой активно развитой инфраструктуры, такого количества большого ресторанов, кафе, магазинов, торговых центров. Здесь тоже есть набережная, здесь тоже очень приятные есть места для посещения, где можно вкусно покушать, провести время. Но это просто представлено в меньших количествах. Вообще, в начале 2020 года министр культуры и туризма Турции заявил, что они готовят два пилотных проекта, два обновленных, так скажем, новых туристических центра. И один из них, это туристический центр Игейского моря Дидим. То есть регион Дидим будет развиваться достаточно активно. Конечно, не знаю, как это будет в нынешней ситуации, но в любом случае, я думаю, что если сказано, значит, будет сделано. Ну вот, например, я уже вижу, что в 2020 году запланировано открытие нового отеля Максерия Блу Дидима. Ну, мы сейчас о нем поговорим. Ну, вообще, Дидим по турецким меркам, он считается маленьким курортом. Но для такого маленького курорта здесь много развлечений. То есть в городе есть аквапарк, есть парк аттракционов, и есть историческая достопримечательность очень интересная. Это раскопки храма Аполлона. То есть тем, кто любит историю, я думаю, что это будет очень и очень интересно. Переходим мы постепенно к отелям. Первый отель – это как раз-таки новинка, которая только в 2020 году планирует открыться. Как вы видите, даже фотографии сейчас на слайде проектные, то есть еще живых фотографий даже нет. Сложно сказать, на какой стадии строительства, потому что мы, конечно, этого не знаем. Рекламные туры в этом году не состоялись, мы не проинспектировали. Но просто для вашей информации, чтобы вы знали, что открывается вот такая вот новинка в Дидиме – Максерия Блу Дидима. Это отель «Пять звезд». Он запланирован свою работу как по системе «Ультра» все включено. И здесь как раз-таки планировалось «Ультра» 24 часа. Вот. Он немножечко в отдалении от центральной части города Дидим, то есть в спокойном районе очень. Это всего вот одно здание, которое вы видите на слайде. И песчаный пляж свой у отеля, он находится через дорогу. И будет подземный переход. Ну, естественно, пляжное оборудование, все, конечно же, будет предоставляться бесплатно. Ну, вот номера, например, заявлены с такими бесплатными услугами, как мини-бар, который будет пополняться водой, безалкогольными напитками, соком, пивом, орешками, шоколадом. То есть это ежедневно будет пополняться. Здесь будут предлагаться халаты, тапочки бесплатно, но по запросу. Ну, и такие вещи, как набор чай-кофе, это тоже все в номере есть. Wi-Fi бесплатный в номере. Из развлечений анимация, дискотека, спа-центр, спортивные развлечения. И здесь будут услуги для детей. То есть такие вещи, как детская анимация на русском языке, мини-диск, детские площадки, различные там подставки для ног, горшочки, коляски. Это будет предоставляться бесплатно по запросу. Следующий отель это Астерия Эрес Дидим. Возможно, что... Так, вижу вопрос. Что с зеленью в Дидиме? Ну, вот смотрите. Допустим, Астерия Эрес Дидим находится в этом регионе. И мы видим, что зелень есть. Как на территории, так и за пределами. Вообще, конечно, бодрух, да, если мы посмотрим фотографии, мы увидим такую вот степную природу, что ли. То есть многие холмы летом прям выгорают, становятся желтыми. От этого есть ощущение, что город абсолютно лысый, да, регион лысый. Это не так. То есть, да, в городе, конечно, в городских отелях там практически нет зелени. Но в таких, как, например, Астерия в Дидиме, вот, пожалуйста, зелень на территории. По поводу захода в море. Вообще, во всем регионе Дидим, он еще почему считается хорошим для отдыха с детьми, здесь пологие песчаные пляжи. То есть глубина наступает небыстро. Но при этом в воде уже могут встречаться камушки. То есть песчаные пляжи на берегу. Ну, пока мы заходим, тоже будет песочек, но чуть дальше проходим, уже могут встречаться камни. Да, как верно подметили, отель переименован. То есть Астерия Эра с Дидимом – это бывший The Roxy Luxury Nature. Вообще, сейчас у нас, получается, сеть Астерия расширилась в этом году. То есть в регионе Дидим вообще три отеля теперь Астерия. Мы их сейчас по всем пройдемся. И все они были раньше в сети, назывались Roxy. Вот. Сразу хочу заверить или, не знаю, развеять ваши опасения. Просто я сама, когда в рекламном туре была в Бодриме, мы проживали в одном из отелей Roxy. И да, я увидела некоторые минусы, которые там были. Сразу скажу, что линейка отелей, она бюджетная. То есть это недорогие какие-то пятерки. И пока эти отели были Roxy, была, знаете, какого рода проблема. Вот номер хороший, современный. Территория отеля прекрасная, все хорошо. Но персонал где-то либо с уборкой, либо с сервисом вот прям хромало. И были действительно жалобы. То есть я вам говорю, как есть. Это не секрет. Откройте отзывы, посмотрите. Но призываю к тому, что не смотрите отзывы прошлого года, не проецируйте их на этот год. Потому что сейчас отели под управлением сети Астерия. А если вы знаете Астерия, например, на Анталийском побережье или даже Астерия Бодрум, у всех сетей, у всей сети отелей Астерия очень хорошее питание, хороший сервис, хорошая анимация. То есть я думаю, что отели станут только лучше. Тем более, что у отелей есть очень такой большой потенциал при грамотном управлении. Так вот, Астерия RSDD. Как мы видим, очень приятная зеленая территория. То есть он такого коттеджного типа. На территории располагается очень много двухэтажных таких блоков, маленьких домиков. То есть он бунгального, можно сказать, типа. Он находится на первой линии. Что касается категории номеров, я бы, наверное, здесь сделала такой акцент. Вообще тут всего две категории номера. Это Club Standard Room, ну, то есть стандартные номера, и Club Family Room. Что касается Family, часто возникает вопрос, а есть ли межкомнатная дверь. Так вот, здесь в Club Family Room здесь будет две спальни, но они будут без двери. То есть здесь разделены немножко зоны, но двери такой капитальной ее не будет. Wi-Fi здесь есть, бесплатный, и он будет в общих зонах. То есть в некоторых номерах ловит, но зачастую только в общественных зонах, таких как ресторан, лобби. То есть в площадках, где все собираются. Из развлечений здесь по вечерам живая музыка и дискотека бесплатная. Анимация, тематические шоу тоже есть, но это, так скажем, не самая активная анимация. Тематические шоу, они часто, не знаю, несколько раз в неделю привозят какие-то анимационные команды, которые нанимают артистов. И достаточно неплохие шоу. Кроме того, здесь в отеле есть концепция для молодоженов. То есть если у вас едут молодожены, им будет в номер шампанское, турецкие сладости, фрукты, один раз завтрак в номер. То есть, ну, вот такого рода приятные комплименты. Но для того, чтобы их предоставили, конечно, лучше поставить примечание, при бронировании, что у вас едут молодожены, и попросить своих молодоженов, чтобы они с собой взяли копию свидетельства о браке, чтобы предъявить ее по заезду на ресепшн, потому что практически все отели это спрашивают. Ну и также отель можно смело предлагать семейным людям. Здесь есть детские услуги, такие как детская площадка, которая накрыта тентом, чтобы днем солнышко не пекло. Есть мини-клуб, есть даже джуниор-клуб до 16 лет. Вот мини-диско, горшочки. Это здесь все имеется. Следующий отель, это отель тоже в сети, это Астерия Венус Дидим. Сразу скажу, что все три отеля Астерия, которые находятся в Дидиме, они все находятся в разных местах. То есть, они не рядом, несмотря на то, что это одна сеть. Они похожи очень сильно по услугам, по номерам, но при этом это разное расположение. Астерия Венус, как мы видим, это тоже первая линия. Здесь тоже будет песок, здесь тоже будет пологий заход. Здесь тоже будет питание ультра, все включено. Но что касается ультра в отелях Астерия, вот здесь мне немножко сложно пока судить, потому что когда у Рокси были отели, у них, если я не ошибаюсь, возможно, тоже ультра было. Но алкоголь был только местный. Вот у Астерии он должен быть и импортный алкоголь, ну, по крайней мере, во всех других отелях этой сети действительно это так. Данный отель, Астерия Венус, он был открыт в 2014 году. Ну, то есть, в принципе, все эти отели Астерия, они достаточно не старого года постройки, то есть, они все там 2014 и 2011, и вот таких вот годов. Хорошие номера у всех. Здесь такая же история, если мы выбираем Club Family Room, это будет две спальни без двери. И здесь аналогично присутствует анимация, есть дискотека, привозят они тематические шоу, различные активити днем на пляже проводят, например, волейбол, и Wi-Fi здесь тоже в общественных местах. Та же концепция по молодоженам, и, в принципе, по детям тоже самое. Есть мини-клуб до 12 лет, есть мини-диско, есть бесплатные коляски, которые по заезду можно на ресепшн попросить, по наличию предоставят. Горшочки детские тоже предоставляют. Следующий отель, это Астерия Цеус Дидим. Это бывший отель Рокси Лакшери Мун. Вот данный отель, он немножко по расположению отличается, он как будто немного на полуострое выступающем находится. Отсюда получается такая ситуация, что пляж у отеля их, как бы, можно сказать, два. То есть с одной стороны и с другой стороны этого полуострова. И вот здесь есть номера, которые называются мейн-билдинг. Это все номера в основном здании. Основное здание вы сейчас видите на слайде, то есть это самое высокое здание, возле которого находится основной бассейн. И далее идет комплекс небольших таких коттеджного типа бунгало. Так, обновите, пожалуйста, страницу. Ну, не знаю даже. Да, видимо, это у кого-то единичный случай, так что не буду на это отвлекаться. Что касается пляжа, вот здесь аналогично будет мелкий пологий заход, здесь также встречаются камушки, здесь по анимации все аналогично, потому что у отелей очень сильно схожа концепция. В принципе, они идут, можно сказать, в одной ценовой категории, отличаются лишь своим расположением, ну, и немножко там номерами, то есть расположением по отношению к морю, не знаю. Здесь та же концепция для молодеженов, предоставляется шампанское, турецкие сладости, фрукты в день заезда. Для детишек есть одна небольшая водная горка, также детская площадка под тентом, есть мини-клуб, есть тинейджер-клуб до 16 лет. И такие вещи, как горшочки, подставки для ног, они здесь тоже есть. Ну, вот, да, вижу, что кто-то, видимо, тоже был в отеле, что хорошие номера в бунгало, хороший пляж, питание было так себе. Ну, я отмечу, что я, получается, видела и номера бунгало, и номера в основном здании, я сама жила в основном здании. Номера хорошие, номера хорошие, в номерах была уборка хорошая. Ну, вот на территории там можно было поворчать на сервис, по питанию, ну, тоже не знаю, а в какие-то дни было очень-очень вкусно, разнообразно, в какие-то дни проще, поскуднее. Вот. Ну, говорю вам сразу, все изменилось, все изменится, то есть, Астерия – это уже другое управление, это совсем уже будет другое отношение к сервису и к питанию, поэтому я думаю, что будут отели только лучше. Следующий отель – это Веноза Бич Резорт, это тоже отель 5 звезд, он является прям вот соседом предыдущего отеля, предыдущей Астерии, они прям рядышком находятся. Собственно, чем, какие плюсы у данного отеля? Есть основное здание, которое мы видим на слайде, и есть прилегающая территория. Территория очень чистая, вот прям видно, что ходят буквально по сантиметрику, срезают каждую травиночку, что очень ухаживают за ней. По номерам, номера неплохие, то есть, обычные нормальные номера для относительно недорогой пятерки, это вполне себе хорошие, достойные номера. Территория, она не очень маленькая, то есть, кто с детьми едет, а я рекомендую вот этот отель, скорее всего, именно с детьми ехать, то есть, с семейным паром. Есть где погулять вечером с ребенком. По поводу питания вкусное, разнообразное, очень много чего есть для детей. Здесь есть русскоговорящий персонал на ресепшн. Ну, вообще, как и в большинстве отелей, отдыхает больше европейцев, чем русских. Здесь пляж имеет голубой флаг. То есть, вход будет пологий, очень чистая прозрачная вода, но буквально, не знаю, метра 3-4 мы проходим по мелкоте, и начинаются уже камушки. То есть, здесь даже можно порекомендовать, наверное, взять с собой специальную обувь для купания. Ну, для тех, кто боится свои ноги поцарапать, либо наступить на камень. Здесь для детишек тоже достаточно много услуг. Детская анимация, в том числе на русском языке. Мини-диско, мини-клуб. То есть, начиная от нуля лет до 12. Если еще инфантик совсем маленький, то, конечно, в мини-клубе только под присмотром родителей. Есть бассейн с тремя горками. В ресторане есть детское меню. То есть, на обед и на ужин обязательно есть детское меню. На завтрак также можно что-то найти для ребенка. И бесплатно по запросу они предоставляют коляску и горшочек. Вот в этом районе он такой вот очень спокойный. И здесь, если мы увидим за пределы отеля, ну, мы особо ничего не увидим. Можно минут за 5-10 дойти до ближайшего супермаркета, который называется Мигрос. Их очень много. Я тоже думаю, что вы знаете наслышанно об этой сети супермаркетов в Турции. Они практически везде Мигросы. И также есть еще Карифу. По питанию сказала. В принципе, еще, наверное, добавлю, что вообще в описании, когда вы смотрите описание на нашем сайте отеля, там указано, что есть одно главное здание 12 этажей и комплекс бунгало. Так вот, бунгало у нас на наш рынок они не работают. Насколько я знаю, они только на европейский рынок работают. И в принципе, в подборе тура бунгало вы у нас не найдете. Вот. То есть, у нас контракт только на номера в основном здании. Что касается категорий номеров, они представлены стандартами и номерами Family. То есть, здесь тоже все просто. Вот здесь в Family будет две спальни, разделенные двери. То есть, здесь будет получше в плане уединения. В мини-баре здесь будет пополняться ежедневно только водичка. Вот. Wi-Fi на всей территории бесплатно, в том числе и в номерах. Здесь тоже делают по вечерам живую музыку, турецкую ночь. То есть, такое здесь тоже присутствует по анимации. Так, переходим постепенно дальше. Мы перешли в район Гювердинлик. Спокойный очень район. Он небольшой. И здесь не так много отелей расположены. Но преимущественно то, что предлагается у нас, это дорогие пятерки. Это хорошие отели пять звезд. И начну, пожалуй, с отеля, который называется La Blanche Island. Данный отель находится на полуострове. Ну, в принципе, это по слайду видно. Очень-очень красивые пейзажи. То есть, у отеля есть возможность посещать разные пляжи. То есть, с одной стороны этого полуострова, либо же с другой стороны. Вообще, отель такой больше семейный. То есть, очень много анимации, очень много услуг для детей. Он не суперновый, но он очень уютный. То есть, номера очень хорошие. Питание. Вот, довелось обедать в этом отеле. Питание очень достойное. До Бодрума здесь порядка 25 километров ехать. Это именно до города Бодрум, до исторической его части, чтобы там прогуляться. Но, в целом, вот данный отель, наверное, можно позиционировать как тот, в котором можно провести весь отпуск. Потому что все необходимое здесь есть. По поводу пляжей. Вот, протяженность пляжа достаточно большая. То есть, порядка 200 метров. На этом полуострове находится только один отель. То есть, создается немножко впечатление такой вот уединенности. Есть пляж с платформой. То есть, с платформой заход в море. Есть песчаногалечный заход в море. Но, вообще, перед прошлым сезоном второй пляж они отсыпали, так скажем, свежим песочком. Он такой светленький, беженький, очень приятный. То есть, насыпной песок привозной. Поэтому, находясь отдыхаем на шезлонгах просто на территории пляжа, мы будем на песочке. Если мы будем в водичку входить, то там будет встречаться галька. В номерах во всех есть мини-бар, который включен в стоимость. И пополняется он прохладителями, напитками и водой. Ну, то есть, это газировка, соки и водичка. Wi-Fi в номерах бесплатный. Наборы чай, кофе, сейф. Это все в номере есть. Вообще, номера очень хорошие. Они комфортные, с приятным таким современным дизайном. В отеле хорошая инфраструктура. То есть, есть несколько основных открытых бассейнов. Есть релакс-бассейн для тех, кто хочет без музыки и абсолютно в тишине побыть. Есть аквапарк небольшой. Это семь горок. Также есть крытый бассейн с подогревом. Ну, наверное, в летний сезон не столь интересен. Это только для тех, кто посещает спа-зону. Анимация здесь на русском языке. Есть у них фитнес-центр. Очень много всяких активностей днем проводится. Два раза в неделю живая музыка. Один раз в неделю турецкая ночь. И есть здесь дискотека. Она открытая. Все гости отеля могут бесплатно ей пользоваться. Тоже есть концепция для молодоженов. То есть, комплименты в номер. Фрукты, вино по заезду предоставляются. И также предоставляется завтрак в номер. Ну, для детей здесь тоже мини-диска, мини-клуб. Абсолютно все необходимые услуги здесь есть. Ну, и сосед отеля «Лаблан Шайланд» это «Луджа Бодрум». Ну, тоже очень такой знаменитый отель. Я думаю, все прекрасно знают его. Ну, либо как минимум слышали о нем. Отель новый. Отель открылся в 2018 году. И это, конечно, уже такая очень высокого уровня пятерка. Я бы сказала, что это «Лакшери». Я бы сказала, что это «Вип». Вот. Ну, несмотря на то, что в 2018 году отель открылся, каждый год, то есть, в 2019-2020 год обязательно они там приводят отель в порядок, если нужно что-то заменить, подкрасить и так далее. Это все делается. Вот. Здесь такая необычная система питания. Концепция называется «Лакшери а-ля карт». Все включено. То есть, все приемы пищи мы ведем в а-ля карт-ресторанах. Единственное, что на завтрак они все-таки сделали такую небольшую зону шведского стола, потому что некоторые просыпаются с утра, не хотят ждать, хотят взять там какой-нибудь круассан и кофе, и все, этого достаточно. Вот. Но вообще для питания здесь 9 а-ля карт-ресторанов. Здесь круглосуточные, импортные, местные, алкогольные, безалкогольные напитки. Вот. Ну, я думаю, что про данный отель, наверное, можно бесконечно говорить. Ну, просто здесь в концепцию включено столько услуг, что себе просто не вообразить, всех не упомнить, все не объять. Вот. Ну, расскажу про пляжи. Здесь три концепции пляжа. То есть три разных пляжа. Это основной пляж, он называется Joy Beach. Есть Escape Beach, который предлагает полную тишину, расслабление, то есть это самая спокойная часть залива. И пляжи все, кстати, отсыпаны белым песком, то есть это не шутка, это не фотошоп, действительно белоснежный песок. И есть еще пляжный клуб Indigo Beach Club. Вот здесь могут отдыхать только взрослые, то есть старше 16 лет. Что касается анимации. Анимация здесь проводится на русском языке в том числе. Она активная. Здесь живая музыка, различные шоу-программы. Днем очень много спортивных мероприятий. Зумба, пилаты, сайробика, йога, стретчинг. Ну, все. То есть есть силовые тренировки для мужчин. ТРХ, программы тренировок, различные силовые. Хатха-йога, йога-терапия. Ну, здесь вообще очень широкий такой спектр спортивных занятий. Кроме того, вечерняя анимация. Очень часто они там привозят звезд. Какие-то концерты проводят. Выступления знаменитых диджеев. Есть у них кинотеатр под открытым небом. В данный отель могут отправиться абсолютно все возрастные категории. То есть молодежи здесь будет интересно. И взрослым, спокойным людям тоже они найдут свой отдых. Если приезжает семья с детьми, здесь невероятно большой есть детский клуб. Куда просто можно ребенка отдать. И вот там весь день будут развлекать, чему-то новому обучать. Покормят, спать уложат. Все это там специально оборудовано. И здесь есть все необходимое даже для самых маленьких младенцев. То есть при необходимости предоставляют увлажнители воздуха, термометры, ночник. Там игровые коврики, подогреватель для бутылочек. И даже радионяня есть. То есть если даже туристы арендуют машину, то можно в отеле взять детское автокресло. Поэтому здесь есть все, что угодно, вообще все, что душа пожелает. Отель с очень такой сильной концепцией. Отель не дешевый. Если цены посмотрите, конечно, они отличаются от всех остальных образов. Поэтому этот отель, конечно, мы очень любим и всегда всем рекомендуем. Если у туристов есть возможность провести свой отпуск именно в Луджио, то не сомневайтесь, отправляйте туда. Следующий отель это уже сосед Луджа Хотел. То есть соседний с Луджио отель это Титаник Делюкс. Про Титаник скажу, что в прошлом году мы всем Аликсом, дружно, агентствам рассказывали, что, ребята, мы не работаем с Титаниками, мы не можем их посчитать, у нас нет контракта. Теперь в этом году, в начале сезона, мы наоборот всех пытаемся повестить о том, что, ребята, в этом году у нас контракт есть, смотрите цены, бронируйте. То есть с этого года у нас возобновили мы сотрудничество с сетью отелей Титаник. Ну и вот, собственно, в нашей линейке теперь появился Титаник Делюкс Бодрум. Ну это тоже высококлассная такая пятерка. Это отель очень такой серьезный, достойный. Здесь сервис питания, территория отеля, ну все на высоком уровне. Ну вот, здесь система питания high-class, all-inclusive. То есть все, что можно вообразить, все сюда входит. Вот. Ну вообще отель состоит из главного здания и далее идут такие трехэтажные блоки. Есть еще отдельно виллы. Здесь заход в море будет песчаный, но будет в воде, потом на глубине встречается гарька. Вот. Ну номерной фонд очень хороший. То есть здесь есть все необходимое. Мини-бар с ежедневным пополнением всех напитков, наборы чай-кофе, халаты, тапочки. И даже гладильная доска и утюг бесплатно. То есть здесь уже видно, что уровень тоже такой дорогой пятерки. Потому что не каждый отель может позволить предоставить себе все это в номер. Вот. Активно развлекают своих гостей. В основном такая вечерняя программа в виде живой музыки, днем, спортивные мероприятия. Есть бесплатные услуги для молодоженов. Там целая концепция расписанная. И нужно ее прям смотреть в описании номера. Ой, в описании отеля она есть. Для детей здесь тоже все необходимое. То есть детишек развлекают. Есть анимация на русском языке. Детская площадка. Мини-клуб. В мини-клубе тоже есть спальни. То есть детей на дневной сон могут уложить. Это очень удобно. Не нужно там родителям идти в номер. Достаточно просто в мини-клубе объяснить, в какое время ребенка уложить спать. Ну вот, как я и говорила, в Георджинлике имеются вот именно хорошие пятерки. То есть район вообще находится недалеко от Бодрума. И в самом Георджинлике довольно скромная инфраструктура. Можно сказать, что заняться там нечем, за исключением время предпровождения в своем отеле. Поэтому туристы преимущественно отправляются на отдых на территорию отеля. И либо едут в Бодрум. До Бодрума здесь недалеко. Можно взять такси, доехать. Переходим мы к следующему району. Район называется Торба. Для тех, кто любит очень быть близко к Бодруму, этот район очень хорошо подойдет. Здесь очень легко, можно быстро добраться. Ну вот, среди исторических достопримечательностей здесь, наверное, не будет каких-то, ну не знаю, интересных таких сильных мест. Глобальных, масштабных, так скажем. Но вот есть округлая гробница на вершине холма. А вот многие самостоятельно это место посещают. То есть остатки древней гробницы. Но сказать, что стоит там кто-то еще в Торбе делать, ну нет. Здесь нужно выбирать отель. Ну и сохранились еще некоторые там остатки разрушенных византийских монастырей. Есть каменные гробницы, руины. Но, наверное, это все-таки нужно в составе экскурсии посещать. Что касается отелей. Отелей здесь довольно много. Начну я с отеля The Bodrum Royal Palace. Вот, кстати, на примере этого отеля можно увидеть то, о чем я вначале говорила. Что у многих отелей такая ярусная система. То есть такими этажами, ступенями весь отель сделан. Вот здесь это хорошо просматривается. Вот вижу, комментируют по поводу луха с испанского лакшери. Ну вот знаете, сначала вообще, когда только отель появился, мне вот объяснили, что да, люха это связано с испанским языком, что это означает богатство, роскошь и так далее. Да, вот пышность, великолепие. Вот такое вот краткие испанско-русские слова. Но по итогу отель отработал где-то, по-моему, да, они год отработали. И уже они немножко концепцию стали по-другому продвигать. Они уже начали говорить, что это лакшери энджой, а не люха роскошь. Ну, в принципе, и то, и то подходит отелю. То есть, как ни называй, отель хорош. Отель достойный, отель красивый. Ну ладно, не будем на нем зацикливаться. Пойдем дальше. The Bodrum Royal Palace. Ну, сразу, я думаю, по фотам видно, что в таком османском стиле выполнен отель. Все номера, ресепшн, все вот в таком турецком стиле, в золоте. Вот многим нравятся такие пышные интерьеры. Виды с территории отеля открываются шикарные. Здесь за счет вот этого расположения ярусами на всех этажах, в любом, получается, номере видно море. Пейзажи очень красивые, открытая часть моря. Соответственно, всю эту природную красоту можно наблюдать, находясь и в номере, и на территории отеля. Тоже скажу по опыту прошлого года, ну, такие неоднозначные были отзывы. Вот я, например, посмотрела отель, и мне показалось, что, ну, достаточно достойный. То есть с хорошим питанием, с серьезным набором там услуг различных. Все, что нужно в номерах там предоставляют, вот как и полагается, хорошей, дорогой пятерке. Но от агентства, туристов и на некоторых форумах встречала также и не очень положительные отзывы по отелю. Ну, насколько я сделала свое заключение, что, наверное, была проблема какая-то в менеджменте отеля, в управлении. То есть хромал сервис, то есть тоже ресурсы у отеля позволяли много, что концепция классная, питание шикарное, все. Но вот немножко они, видимо, не дотянули по персоналу. Но в прошлом году отель назывался The Bodrum Paramount. Он был Paramount. Сейчас это The Bodrum Royal Palace. Я тоже надеюсь, что такие изменения какие-то внутренние произошли в отеле, что это повлияет на сервис. Потому что отель отнюдь не из дешевых, это дорогая пятерка. Вот. Я надеюсь, что здесь все наладится. Ну, Wi-Fi здесь бесплатно на всей территории. Для детишек очень много услуг, мини-клуб, детская площадка, игропа, детское меню. Ну, опять-таки, есть все. Для самых маленьких, для младенцев есть стерилизатор для бутылочек, подогреватель детского питания, детские ванночки, халатики, тапочки, детский телефон, молочко на ночь. Это все здесь предоставляется. Переходим к следующему отелю. Следующий отель называется Voyage Turbo. Voyage Turbo это тоже отель 5 звезд. Такой рейтинг достаточно хороший у отеля. То есть, тоже не дешевая пятерка, достаточно качественная. Вот здесь уже к сервису не прикопаться. То есть, Voyage, они достаточно сильные. Вот. Территория отеля очень зеленая и очень ухоженная. Везде цветы, пальмы, оливковые деревья. Очень приятно пройтись по территориям. Там сплошная фотозона. Кормят очень вкусно. Очень вкусно, разнообразно, качественно. Здесь в концепцию входит алкоголь импортный. То есть, здесь тоже для тех, кто привык к хорошему алкоголю, да, к виске, там, или еще что-то. Вот здесь он очень качественный, импортный. Что касается пляжа, он песчаный. Чистый очень, то есть, не знаю, лежаки, там, шезлонги, зонтики, всего на фраже хватает. Ну, вот. Днем проводятся различные занятия, пилатес, йога, восточные танцы, зумба, то есть, такие спортивные активити. И, ну, вообще, очень много хороших отзывов по данному отелю, насколько я знаю, и отличный сервис. Питание здесь ультра все включено. Последняя вот реновация в отеле проводилась в 19-м и 20-м году. Но я вот, к сожалению, затрудняюсь сказать, что конкретно отреновировали. Но я смотрю на их номера, смотрю на территории. Ну, некоторые зоны прям преобразились. То есть, скорее всего, частичная реновация. Вот. Кто-то вот пишет, выглядит маленьким и скучным. Ну, да, вот такие вот фото размещают отель. То есть, у нас на сайте такие фото. Но я не могу его назвать скучным. Да, он небольшой по площади, но при этом очень-очень приятный, с высоким уровнем сервиса. Он состоит из двухэтажных и одноэтажных бунгала. Вот. Есть у них также зона Voyage Turbo Privat. Вот. Там уже повышенные категории номеров. Там уже все, так скажем, дорого-богато. Вот. Ну, в любом случае, отель очень такой достойный. Причем, отель работает и зимой. То есть, есть даже, ну, круглогодичный, есть даже зимой. У них туристы, которые посещают, приезжают сюда. Вот. Для молодоженов есть концепция. То есть, украшение номера, цветы, фрукты, тарелка сладостей. Все это в номер предоставляется. Вот. Ну, для детей здесь тоже все необходимые услуги есть. Здесь есть детский клуб от нуля до трех лет. Есть до 12 лет. То есть, вот, несколько возрастных групп. Ну, вот. Для детей все прекрасно с питанием. Можно, там, 24 часа в сутки найти стерилизатор для бутылочки, молоко. Детское питание, нагреватель для бутылочек. Детское питание, кстати, вот они прям акцентируют на этом внимание. Питание марки HIP. Вот. То есть, зачастую в турецких отелях, ну, не всегда можно узнать заранее марку. Ну, здесь вот они сразу ее озвучивают. Есть бесплатные коляски, ванночки, горшки. То есть, для самых-самых маленьких здесь будет хорошо. Идем дальше. Следующий район это Гюндаган. Это современный райончик. Современный курорт. Здесь у нас, ну, он вообще был ранее рыбацкой деревушкой. Сейчас, получается, район делится, ну, можно сказать, на две части. Та часть, где живет местное население, и та часть, где уже построены отели, которые, собственно, и предлагаются для размещения туристов. Вот. Ну, район достаточно интересный такой. Вот. В основном, кстати, здесь в большинстве своем предпочитают отдыхать и сами турки. Вот. Здесь у нас не так много отелей, и я хочу рассказать вот про один из них. Это Бая Бодрум. Тоже, может быть, слышали про эту сеть отелей. Сеть отелей Бая. Очень хорошие пятерки. То есть, на Адалийском побережье есть пятизвездочный отель этой сети. И вот в Бодруме представлен Бая Бодрум Хотел пять звезд. Ну, могу сказать, что это очень хороший сервис. Он вообще как будто бы заточен практически полностью под европейцев. Отель спокойный. Отель спокойный, но здесь можно отдыхать и семейным, и молодежью, потому что анимация здесь присутствует. Есть детский клуб. Если вы посмотрите на нижний слайд с правой стороны, там будет видна, в принципе, вся территория отеля. То есть, вот эти белые домики, белые здания – это и есть отель. Если честно, на фото смотрится, что он как будто бы совсем лысенький. Но нет, это не так. Когда находишься на территории отеля, ты видишь, насколько красивая, ухоженная зелень. Да, может быть, именно деревьев таких вот высоких, которые дают тень, не так много. То есть, пальмы и деревья высоких, их не очень много. Но, поверьте, достаточно прям такая красивая территория, очень комфортно на ней находиться. И не думайте, что там вот так совсем прям лысо. Что касается питания, ультра все включено. Здесь в концепцию входит в том числе и импортный алкоголь. Что касается территории, вот хочу дополнить. Опять располагается немножко на возвышенности, на горе. То есть, есть лестницы, можно пойти там до пляжа по лестницам, устать, сказать, да ну его, я устал, не хочу, мне не нравится. Но на самом деле есть система лифтов. И ты спокойно с ресепшена можешь дойти до моря, спустившись там на двух лифтах. Да, придется, может быть, один лестничный пролет пройти по ступенькам вниз. Но, по сути, достаточно комфортно передвигаться по территории. Последняя реновация в отеле была в 2016 году. Но, знаете, то, что я увидела, все в очень таком приличном, хорошем состоянии. Видно, что отель не новый, но нет какой-то убитой мебели или, не знаю, спорченного грязного ковролина. Такого нет. Он весь светлый, он весь такой приятный. Вот, номера достаточно просторные. Анимацией здесь будет софт. И три раза в неделю делают живую музыку. Наверное, одним из преимуществ отеля является то, что он находится в такой вот бухточке уютной. И если находиться на территории отеля и смотреть в сторону моря, то мы как раз-таки видим всю бухту. То есть, очень красиво это все смотрится. Жаль, фотографии этого всего не передают. Что касается моря. Есть пологий заход. Он будет песчаный, но в воде будут встречаться камушки. Есть возможность спуститься с понтона. Причем море здесь, как, в принципе, во всем регионе Бодрум, оно живое. То есть, те, кто любят нырять с маской, поплавать с ластами, здесь спокойно это можно делать. Плавают рыбки, какие-то растения. То есть, ну, морская жизнь есть. То есть, кто любит сноркинг, может поплавать, понаблюдать за морскими жителями. Переходим постепенно дальше. Следующий район это Ялыковак. Район достаточно такой знаменитый. Здесь находится одна из самых больших марин. Ну, марина, если кто-то не знает, марина это пристань для яхт, чтобы было понятней. Так вот, самая крупная марина это Палмарина Ялыковак. Она рассчитана на очень-очень большие яхты, которые достигают 120 метров длиной. Вот здесь часто проходят парусные регаты, соревнования серферов. То есть, в этом плане здесь все очень развито. И вообще весь регион Бодрум. Он почему тоже у многих европейцев почитается, почему считается, что он такой для состоятельных туристов. Потому что здесь огромное количество пристаний, огромное количество марин, где многие европейцы на лето приходят на свои яхты. Либо же эта яхта стоит просто в Бодруме где-то в порту. Они летом прилетают, пользуются своей яхтой, при этом совмещают отдых с отдыхом в отеле. То есть, ну, это понятно, что могут сделать достаточно состоятельные люди. Не каждый турист такой может себе позволить. Вот, поэтому здесь яхтенный спорт, он очень сильно развит. На набережной Елаковака очень много ресторанов. Вот здесь сразу немножко остановлюсь на ресторанах, потому что место знаменито еще тем, что здесь работает ресторан, который называется Нусред. Возможно, вы когда-то видели или слышали про турка, повара, который очень прекрасно работает с мясом, со стейками. Его зовут Нусред. И вот этот знаменитый ресторан – это стейкхаус, где можно покушать именно фирменного мяса, фирменные стейки. Он не очень дешевый, но при этом притягивает огромное количество туристов, потому что это действительно такой всемирно известный ресторан. И здесь еще рядышком, прям с этим рестораном Нусред, с этим стейкхаусом, есть легендарный ресторан Киприани. То есть это уже грильхаус, это тоже очень такая знаменитая сеть. Есть и другие известные рестораны. Например, Нобу – это сеть японских ресторанов. То есть многие приезжают сюда, чтобы покушать, даже иногда из других бухт приехать в Елаковак и покушать в ресторане в каком-то хорошем, дорогом, вкусном. Это абсолютно нормально. То есть весь причал, прогуливаясь вообще по набережной Елаковака, весь причал будет занят дорогущими, огромными, красивыми яхтами. То есть интересно, так скажем, совершить прогулку здесь. Так, и кто-то у нас спросил четверки. Вот отели «Четыре звезды». Они у нас тоже немножко будут мелькать в презентации сегодняшней, в сегодняшнем вебинаре, потому что хочется показать вам от самых простых отелей до самых дорогих. Но я сделала разграничение именно по районам. Мы, получается, движемся от Дидима и закончим мы нашу презентацию именно центральной частью Бодрума. То есть из самого дальнего района мы постепенно перемещаемся в самый центральный район, в Бодрум. Так вот, по поводу отеля «Четыре звезды». «Кактус Мираж Фэмили Клаб». Вообще на территории Бодрума есть несколько отелей в сети «Кактус». Они все идут бюджетные, недорогие, и все идут семейные. То, что вы видите на слайде, это действительно то, как выглядит отель на самом деле. То есть, номера очень скромные, они простые, ничего в них такого особенного нет. Но все чисто, все приятно, все достаточно достойно. Какие здесь особенности отеля, о которых нужно обязательно знать? По территории отеля, от самого начала, то есть от ресепшн и к пляжу идет лестница. Очень много ступеней, если я не ошибаюсь, там больше ста ступеней. Она пологая, то есть спускаться по ней вообще очень комфортно. А вот подниматься, особенно тем, у кого какие-то есть проблемы, не знаю, с коленями, с ногами, или может быть, кто совсем с маленькими детьми, может быть, будет слегка утомительно. То есть вот такая особенность в отеле есть. И тут как бы уже в лифте никак мы не проедем. Вообще отель приличный, чистый, персонал очень приятный. Но чем дешевле отель, тем больше у нас платных услуг. Как пример приведу. Допустим, пляжное оборудование здесь предоставляется бесплатно. Полотенце тоже бесплатно. Но чтобы вам заменили полотенце пляжное, вам нужно заплатить 1 евро. Также, например, есть платные услуги, такие как сауна, парная. Здесь сауна и парная – это платно. Хамам вы можете посетить бесплатно, а если вы хотите в сауну, вы должны за нее заплатить. Сейф здесь тоже платный. То есть такие вот услуги, они будут уже платными. Море здесь очень чистое. Для детей, в принципе, комфортно, потому что у берега нет большой резкой глубины. Светлый песочек, но здесь попадаются камни, немножко водоросли на камнях. То есть это тоже здесь присутствует. Тоже можно брать здесь маску, очки, потому что прям вот к берегу рыбки подплывают. Многим это будет интересно. Отель достаточно старого года постройки. Поэтому здесь можно где-то поворчать, что-то где-то откололось, что-то где-то потерлось. Но тем не менее стараются держать отель, конечно, в хорошем состоянии. Для семей, кто приехал с детьми, немаловажным будет то, что рядом, буквально 200 метров пройти, есть аквапарк, в котором 9 горок. То есть это достаточно неплохой аквапарк. Так вот, пользование бассейнами, а также питание и безалкогольные напитки в течение сезона гостям отеля ежедневно, кроме субботы и воскресенья, бесплатно. То есть гости отеля «Кактус Мираж» могут ходить в данный аквапарк. То есть это аквапарк не отелю принадлежит, но, видимо, есть какая-то договоренность, что они пользуются гостями отеля бесплатно. Для детишек это плюс. Будет чем развлечься. Wi-Fi здесь бесплатно только в общественных местах. Здесь будет спокойная такая софт-анимация, живая музыка три раза в неделю и турецкая ночь один раз в неделю. Для детей проводят мини-диска, есть площадки, каких-то сверхуслуг для младенчиков, как, например, в предыдущих отелях, здесь уже, конечно, не будет. В пешей доступности, насколько я помню, можно тоже дойти без супермаркета, с супермаркета «Мигрос», если что-то потребуется из мелочей купить. Ну вот мы из крайности в крайность движемся. Сейчас мы посмотрели очень простую, такую минималистичную, так скажем, четверку бюджетную. А теперь мы рассмотрим отель «Пять звезд», который называется «Бодром Эдишем». Это вообще «Бутик-отель». Это «Бутик-отель». Так, алкоголь в отеле платный или нет? Анастасия спрашивает. Я думаю, что вы про кактус говорите, если я правильно вас поняла. Что касается алкоголя, ну, концепция вообще, все включено, поэтому местные напитки, такие как пиво, вино, там будут предоставляться в кактусе, да? Бесплатно будут входить пиво, вино. Может быть, еще что-то, типа турецкой водки, но это уже, не знаю, кактус на первой линии находится, да? Кактус на первой. Так, идем дальше. «За Бодром Эдишем». Ну, вот начала говорить, что это «Бутик-отель». Ну, да, это «Бутик-отель». Очень дорогой отель, очень крутой. Он по европейским меркам прям вообще лакшери. Хотя территория очень такая компактная. Он открылся в 2018 году. Это вообще в этом проекте участвует в том числе и компания «Мариотт». Хотя, ну, как бы это не сеть «Мариотт», но тем не менее причастен «Мариотт» к постройке данного отеля. Ну, насколько я знаю, это совместный проект отеля «Мариотт» и Яна Шрагера, который был создателем одного из самых известных ночных клубов «Студия 54». Ну, я, честно говоря, не знаю, насколько этот человек там влиятельен или чем он там еще прославился. Ну, вот, насколько понимаю, в Европе, в Европе и не только в других странах, очень знаменитый человек, поэтому такую элиту притягивает в этот отель. Вот. Здесь ультра все включено, но... Так, стоп, это не ультра все включено, прошу прощения, говорилось. «За Бодром Эдишн» работает только на завтраках. Вот она как раз-таки и подчеркивается, вся суть того, что здесь отдыхают европейцы. Они не привязываются к питанию, все включено, они хотят проводить время так, как и вздумается, и не думать о том, что вот сейчас через 5 минут начнется обед, сначала я пообедаю, а потом куда-нибудь пойду. Вот. Здесь очень шикарные рестораны, очень известный шеф-повар работает, то есть тоже многие едут сюда отведать вот что-то вкусное. На территории отеля располагаются рестораны, в которых, например, пообедать и поушнить можно за дополнительную плату, но, естественно, это удовольствие, ну, не дешевое. Вот. Здесь есть бар с диджеями, то есть анимации здесь нет, но при этом вечером в баре можно провести время за каким-то вкусным коктейлем, слушая музыку. Вот. Есть спа-центр очень хороший, в котором витамин-бар есть. Есть на территории инфинити-бассейн, который тоже очень красиво смотрится. В номерах предоставлено все, что необходимо, причем очень такой большой акцент делается, что в данном отеле невероятно крутые, удобные, комфортные кровати. Вот они прям прописывают, что фирменная кровать за эдишен. Вот. И отзывы тоже читала, мне так интересно было, что же там за волшебные кровати. Ну, прям вот довольны все туристы. Вот. Дорогая косметика в номерах фирменная. Вот. И здесь номера начинаются с категории делюкс. То есть самый маленький номер, категория, она варьируется от 42 до 62 квадратных метров. Ну, то есть мы понимаем, что это очень такой просторный, просторный номер. И дальше уже идут номера, сьюты с площадью от 120 квадратов. Вот. И есть вилла, которая на 500 квадратов. Ну, мы понимаем, да, кто будет отдыхать в данном отеле. Вот. Ну, хотелось про него рассказать, потому что иногда слышу от агентств такое мнение, что там в Бодриме только старые отели, и только такие какие-то не очень, даже не знаем, что предложить. Там, допустим, есть ли такой же отель, как Макс Рой в Бодриме? Ну, прям вот такого же нет, но есть и другие дорогие пятерки, которые тоже, возможно, туристам будут интересны. Так что возьмите на заметку, что такой вот отель существует, бутик-отель. Следующая, следующая регион, следующая бухта, это Тургутрейс. Это достаточно крупный такой городочек, это популярный курорт. До Бодрума здесь около 20 километров, около 20 километров до Бодрума ехать. Вообще, это второй по величине город на всем полуострове. Сначала Бодрим идет по величине, дальше идет Тургутрейс. То есть крупный город, здесь очень развитая инфраструктура. Вот, здесь бухта так расположена, что многочисленная гряда островов, которая перед ней находится, она защищает Тургутрейс от сильных ветров. Здесь, ну, пляжный отдых всегда комфортный, здесь не бывает каких-то прям сильных волн, сильных ветров. Вот. И очень хороший у них променад вдоль всего практически поселка, набережная идет, пешеходная такая, где, ну, как раз таки многие по вечерам гуляют. Здесь мы рассмотрим такие отели, как Сиянджи, Сиянджи Вейл. Отель 5 звезд, ну, как мы видим, это первая линия. Ну, очень много положительных отзывов слышала по отелю, но в основном все склонятся к тому, что это спокойный отдых либо семейный отдых. В отеле есть спа, которые предлагают различные детокс-программы, и, кстати, многие едут именно с таким вот оздоровлением, за процедурой, мне нравится им проведить время в спа. Вот. Территория очень красивая, очень хожаная. Вот. Ну, и по отелю видно, что когда он открывался, да, что он был прям, ну, вот, шикарный. Но уже кое-где проглядывается, что, ну, так скажем, легкие следы обветшания. То есть кое-где можно заметить, что, может быть, потертый диван в холле, или, может быть, где-то столик поцарапан с журнальными. Вот. Но в целом отель хороший, персонал хороший, отзывчивый. Отель можно рекомендовать, просто нужно понимать, что он не для каких-то изысканных, требовательных и изыскательных туристов. Работает по системе все включено. Последняя реновация в отеле была в 2019 году. Ну, то есть косметику они проводят, это всегда стараются держать, содержать в хорошем состоянии отель. Ну, как я говорю, что кое-где можно проследить, что-то где-то не успели, не посмотрели. В номерах все хорошие, в номерах халаты, тапочки, все ванные принадлежности, вайфай, мини-бар, чайные принадлежности, ну, все есть. Вот. Единственное, что если нужна утюг или гладильная доска, эти услуги будут за дополнительную оплату, ну, либо можно сдать вообще в прачку свои вещи, где их постирают, погладят. Ну, И занимается здесь живая музыка только по вечерам, и днем проводится аэробика и аквааэробика. То есть достаточно спокойный отель. Идем дальше. Следующий отель это Sundance. Отель 5 звезд находится на первой линии. Ну, в свою очередь, скажу, что по той цене, которую она у нас предлагается, отель хороший. То есть, это, наверное, отнесла бы к недорогим семейным пятеркам. Он небольшой, территория у отеля скромная. Но здесь выручает то, что можно выйти из отеля и пешком пойти по набережной, которая как раз-таки идет в центр Тургутрейса ведет. И очень красивые пейзажи будут туристы наблюдать. Кроме того, можно какие-то покупки совершить или на набережной сесть в кафе и покушать вкуснейшие свежие морепродукты в многочисленных ресторанах Тургутрейса. По питанию в принципе нареканий я не слышала по данному отелю. Отель был открыт в 2004 году и частичный ремонт проводится в них ежегодно. При заходе в море здесь будет песок. Если камушки встречаются, то они мелкие и в принципе не мешают заходу. То есть вообще песчаный пляж и заход тоже песчаный. Есть пирс своего отеля. Анимация на русском языке, живая музыка, турецкая ночь. Все это несколько раз в неделю здесь проводят. Для детей тоже услуги есть. То есть мини-клуб, детская площадка, бассейн с двумя горками, коляски бесплатно предоставляют по предварительной резервации. То есть с детьми здесь можно смело отдыхать. Следующий отель это La Blanche Resort. Если помните, мы с первой части презентации говорили про La Blanche Island. Так вот, это отели под одним управлением, это сеть отелей. Но располагаются они в абсолютно разных местах. Сейчас мы поговорим об отеле 5 звезд La Blanche Resort and Spa, который находится в Тургут-рейсе. На фото видно, что у отеля пляж в такой бухте. Сразу возникает вопрос, не застаивается ли там вода. Вы знаете, насколько я поняла, нет. Здесь специально сделано так, что вода циркулирует. Вода очень прозрачная, чистая, красивая. И здесь будет пологий заход, здесь песочек с детьми, очень удобно. Вообще по концепции отель La Blanche Island и данный La Blanche, они схожи. Они схожи, потому что здесь тоже семейная концепция, здесь есть анимация, очень хорошее вкусное питание. Поэтому семьям с детьми смело можно рекомендовать. Территория очень благоустроенная, очень чистая. И здесь, если туристам захотелось прогуляться, то прям при выходе из отеля есть как раз таки дорожка, которая ведет на променад до поселка Тургутрейс, где как раз таки все магазины, можно фрукты купить, попить свежевыжатый фреш или турецкий кофе где-то. Вот здесь, если выйти на этот променад, до самого Тургутрейса, до самого поселка, буквально за семь-десять минут можно пройти. Добротная, хорошая пятерка, я ее очень часто всем рекомендую. В принципе, недовольных каких-то отзывов я не слышала. Ни от агентств, ни от туристов, такого какого-то негатива нет, поэтому отели рекомендуемые. Следующая бухта это Гюмбет. Мы уже прям приближаемся к центральной части Бодрума. Про Гюмбет скажу следующее, что Гюмбет он не является городом или поселком. Это такая небольшая бухта, которая раскинулась прям вот в нескольких километрах от Бодрума. Фактически от самого Бодрума, от исторической части, от центральной части здесь отделяется всего небольшой холм. Гюмбет весьма такой контрастный район, контрастная бухта, потому что с одной стороны здесь красивое море, чистое, много мысов, бухточек небольших, живописные сады, где растут сосновые деревья, хвойные деревья и также цитрусовые. То есть для семейного отдыха прекрасное место. А с другой стороны здесь находится огромная концентрация различных клубов, баров, где проводятся тематические вечеринки, закрытые тусовки. В общем, это дискотеки. Есть целый квартал, несколько улочек, на которых сконцентрирована вся эта ночная жизнь. Поэтому здесь нужно с выбором отеля быть аккуратнее, потому что те отели, которые находятся рядом с улицей баров, конечно, с детьми будет шумно и тяжело заснуть. Многие, не знаю, сколько отзывов читала, и там ребята, кто любит тусоваться, рассказывают, что некоторые сравнивают, что тусовочная жизнь в бодрыме, она прям очень сильно похожа и может быть даже в чем-то не уступает Ибице и Мальте. Но на Ибице и на Мальте я не была, не могу сравнить, но в целом, да, ночная жизнь развита. Мы еще к этому моменту вернемся чуть попозже, пока посмотрим отели Генбета. Первый отель здесь это отель 4 звезды, называется он The Magnific Hotel. Вот эта четверка мне прям запала в душу. Объясню, чем. Вообще отель находится в пешей доступности от ночных клубов, от дискотек. Буквально, не знаю, может быть, не спеша минут 7 идти. Что, естественно, будет удобно для молодежи. Но по цене, кстати, отель не дешевый, он все время по цене выходит в сезон порядка 100 тысяч. То есть он не из дешевых. Отель старый. Это как бы отмечу сразу, даже посмотрите на фото номера, такие номера у них есть, они частично их отреновировали, частично еще, насколько я понимаю, остались вот такие вот в такой вот обстановке. Вот, отель старый. Номера скромные, то есть ничего особенного. То есть мы здесь не переплачиваем за номер, так скажем, но территория шикарная. То есть это как раз-таки гордость старых отелей. Растительность, которая есть на территории данного отеля, она действительно классная. То есть территория не очень большая, но она настолько приятная. Там очень много высоких деревьев, там очень много пальм, и ты идешь как в ботаническом саду. То есть вот это классно, вот это плюс. Еще один плюс, это первая линия. Первая линия, то есть пляж у нас под боком. И что касается реновации. Несмотря на то, что отель старый, и номера, наверное, еще можно отнести к минусам отеля. Но саму территорию, то есть, допустим, вот этот бассейн, который вы видите на слайде, он такой вот рыжекрасный. В жизни он не смотрится таким прям коричневым, он смотрится ярким, прикольным, особенно, когда светит солнце, эта плитка вся переливается, смотрится более весело, так скажем. Вот полностью они поменяли бассейн, детский бассейн, все шезлонги, зонтики, то есть, общие зоны были отреновированы к прошлому году, к прошлому сезону. Вот, полностью они поменяли ресторан. То есть, основной ресторан, он такой в стиле лофт, что ли, то есть, более современный, более молодежный, стильный дизайн. Вот, ну и в принципе на территории все очень классно, все очень хорошо, но вот немножко номера у них некоторые остались старые. Хотя, те, которые, вот я видела, более обновленный современный дизайн, они тоже сделали очень-очень минималистично, то есть, буквально там, не знаю, телевизор, кровать и шкаф небольшой, да, там, тумбочка. Вот, ничего интересного. По поводу анимации. Вот, насчет детей скажу так. В прошлом году, в прошлом году у отеля вообще была, так скажем, детская концепция, да, насколько я помню, там у них были услуги для детей, потому что есть, например, детский бассейн. Но сейчас я вижу, что для детей они ничего не предлагают. Вот кроме этого детского бассейна, мне кажется, ничего и не осталось. То есть, никто не запрещает в данном отеле с детьми отдыхать, но каких-то развлечений или чего-то, мини-клуба или еще чего-то такого, ну, этого здесь нет. Вот, то есть, в основном контингент это люди активные, которые любят там дискотеки, не знаю, молодежь. Вот, и в основном это турки, европейцы, то есть семей с детьми здесь практически нет. Наверное, только те приезжают, у кого ребенку вообще ничего не нужно и они не обращают внимания на какие-то услуги. Вот, поэтому я бы, наверное, не отправляла сюда с детьми, ну, просто потому, что, ну, как бы, нет никаких услуг. Вот. Заход в море здесь будет песчаный, вот, то есть, пологий, нормальный заход. Вот, и, ну, обычно на территории отеля достаточно весело, то есть, на бассейне бар есть, на котором всегда музыка, какие-то коктейли, то есть, народ немножко как-то такой, не знаю, бодро себя ведет, что ли. Ну, поэтому не могу сказать, что там чистая концепция молодежная, что тут постоянно какие-то тусовки, нет, просто отель расположен очень близко к улице баров, поэтому и привлекают молодежь. Вот. Что касается питания и алкоголя. Ну, по поводу питания я слышала только положительные отзывы, то есть, питание очень разнообразное, вкусно, готовят еду, вот, а вот по поводу алкоголя, ну, здесь все включено, то есть, здесь будет местный алкоголь, здесь не будет импортного. Ну, вот. Так что, по концепции все достаточно просто. Следующий отель, это тоже четверка, это отель Riva Bodrum Resort, как мы видим из названия, это Adults Only, то есть, только для взрослых. Здесь принимают от 16 лет. Вот. Какая здесь особенность? Вот для меня этот отель тоже такой, не то чтобы непонятный остался, а есть много плюсов и есть некоторые отрицательные моменты. Например, особенность территории отеля это ярусное расположение, то есть, это клубные номера, такие небольшие коттеджи, которые располагаются на разной высоте, на разных уровнях, в том числе и рестораны, бассейн, магазинчик, то есть, вся инфраструктура, она вот такая уровневая идет. Вот. И вот здесь, как ни крути, в каких-то частях есть лифт, но в основном нужно ходить по лестнице. И то есть, ты весь день вверх-вниз сходишь по ступенькам, ну, вот такая вот особенность есть. Вот. Но в целом красиво, то есть, из плюсов, да, мы находимся на возмышленности, да, много ступенек, но плюс огромный в том, что шикарный вид на бухту. Невероятно красивые закаты, они, в принципе, на побережье Бодрума действительно неповторимы, они всегда яркие, они всегда очень живописные. И здесь можно каждый вечер в своем отеле, на террасе, там, не знаю, ресторана наблюдать этот прекрасный закат. Ну, вот территория красивые цветы, оливковые деревья. Ну, в общем, очень приятно находиться на территории отеля, но вот есть нюансы со ступеньками. Вот. И еще один, ну, не знаю, для кого-то минус, для кого-то плюс, такая особенность отеля, что пляж находится в 600 метрах от отеля, то есть, 600 метров от отеля мы идем пешком. Шаттла на пляж никакого нет. Шезлонги, зонтики, матрасы пляжные платно. Единственное, что отель предоставляют бесплатно, это пляжные полотенца. То есть, здесь мы, получается, берем отель, который будет не очень дорогой, это четверка, но мы здесь доплачиваем за пляжное оборудование, если оно нам потребуется. Заход в море здесь песчано-галечный, то есть, будет и песок, и встречаться будет галька. Wi-Fi здесь в номерах нет, есть только в лобби. питание здесь все включено, ну, то есть, здесь тоже, получается, у нас входит только местный алкоголь. И вообще, местные алкогольные, безалкогольные напитки по концепции у них идут до 23.00. То есть, алкоголь заканчивается в 23 часа, и все, дальше идите спать, либо покупайте за доплату, либо же перемещайтесь в бар, либо, не знаю. вот, ну, такой вот не очень дорогой отель, в принципе, знаю, что многие остаются довольны, то есть, это для тех людей, которые привыкли не переплачивать, да, за какие-то дополнительные услуги, за тот же интернет в номере, либо за пляжное оборудование, потому что некоторые привыкли без вообще без шезлонгов обходиться на полотенце, либо еще как-то. Вот, поэтому здесь как бы вот так. Чем дешевле отель, тем больше платных услуг, опять, приходим к этому выводу. Следующий отель, это Royal Asser League, это отель уже 5 звезд, вот, в Магнифике пляжное оборудование бесплатно. Что касается Royal Asser League, 5 звезд, ну, простая пятерка, она находится тоже в пешей доступности от улицы бара. Но, она находится дальше, чем Магнифик. Тоже на первой линии находится. И если в Магнифик, в некоторых номерах, которые, так скажем, ближе к ночным клубам, там, конечно, будет слышаться музыка в течение ночи, я думаю, что какие-то вибрации, что-то будет доходить. Royal Asser League нет, он немножко в стороне находится, поэтому, да, тут можно за 10-15 минут добежать до улицы баров, но при этом, я думаю, что, ну, по крайней мере, судя по расположению, музыка не должна мешать отдыхать в данном отеле. Здесь отдыхает очень много иностранцев, немцев, англичан, турков, то есть русских мало в данном отеле. Вот. Персонал говорит по-английски и по-турецки. Ну, не знаю, конечно, может быть, они там каждый сезон же все равно набирают, расширяют персонал, возможно, русскоговорящий персонал появится, но нужно понимать, что этого может и не быть, вполне вероятно, что только на английском будет персонал понимать. Ну, вот. Что касается питания, вкусно кормят, большой выбор, ультра все включено здесь, то есть здесь частично входит импортный алкоголь, но там, насколько я знаю, очень такой скромный выбор, вот. Удобно то, что отель находится буквально там в трех километрах от центра города Бодру. То есть это такая золотая середина, когда мы можем и в центр Бодру съездить, и пешком дойти до ночных клубов, и при этом получить спокойный отдых. То есть здесь тоже многим категориям туристов можно предлагать. Вот. Здесь пляж собственный, песчано-скалистый, то есть немножечко будут встречаться камушки. Вот. Пляж небольшой, всего ширину идет 80 метров продолжительность пляжа, протяженность пляжа. И заход в море, ну вот, как я и сказала, песок, и будут встречаться галька, будут встречаться камушки. у этого отеля есть категория промо-рум. Вот категория номера промо-рум, она самая простая. В принципе, они внешне будут оборудованы как стандарты, но здесь будет вид на окрестности, ну, может быть, не самый лучший вид. То есть, ну, поэтому эта категория самая такая простая, да. То есть, если у туристов есть предпочтение по виду, конечно, лучше более повышенную категорию забронировать. И здесь будет софт-анимация, и раз в неделю они устраивают турецкую ночь и живую музыку. При этом для детей здесь есть услуги, здесь есть мини-клуб, мини-диско, детская площадка, детская секция в бассейне, детские стульчики. То есть, с детьми здесь отдыхать вполне нормально, вполне комфортно. Следующий отель это Астерия Бодрум Резорт. Это отель 5 звезд. Это тоже один из моих любимых отелей, но не потому, что он там, не знаю, всем параметрам. Нет. Потому что очень хорошее соотношение цена-качество. В данном отеле проживали несколько дней, и скажу так, что при заселении у меня, я, наверное, почувствовала себя туристом после целого рабочего дня. Нас заселили, я была такая уставшая, что у меня мелькали мысли, я подумала, что, боже, что за ужасные номера. Но потом, буквально после того, как нас покормили, мы поужинали, подобрели, я задумалась о том, что, на самом-то деле, да, номера, это, наверное, не лучшая сторона этого отеля, потому что отель не новый, но плюсов в отеле гораздо больше. В конце концов, мы приезжаем на отдых не для того, чтобы в номере сидеть. Что касается номеров, вообще, в отеле есть основное здание, и есть такой целый комплекс двухэтажных, да, двухэтажных бунгало. В бунгало очень классно, что номера расположены так, что ты выходишь либо на втором этаже, как бы у тебя есть такой небольшой балкончик, либо внизу у тебя ну что-то типа террасы, то есть стоит небольшой столик со стульчиками, при этом очень красивая растительность, очень красивые цветочки, то есть можно приятно даже время провести себя за этим столиком возле своего номера. Так вот, по поводу номеров. очень-очень там простой дизайн, ничего необычного, да, это просто светлые стены, светлый потолок, какая-то картинка на стене, все такое вот в светлых тонах, но при этом видно, что постельное белье, полотенце в хорошем состоянии, все белоснежное, видно, что в душе, допустим, там мраморная столешница, раковина, она осталась в тех временах, но при этом сантехника уже новая, в душе плитка новая, стекло новое, то есть идут частичные реновации, самое необходимое обновляется, вот, и в принципе, ну, как бы, если не зацикливаться на номерах, то очень можно прекрасно провести время. По поводу пляжа, вот смотрите, на фотографии, которая у нас находится с левой стороны, снизу, идет пляж, и в нем как будто бы вот две бухточки, разделенные такими причалами, это все пляж отеля Астерия, то есть вот эти вот причалы, оно все относится к пляжу, и по сути дела, вот здесь, как бы вам объяснить, чтобы вы понимали, где именно отель находится, сейчас я посмотрю, где у меня тут указатель мыши, можно включить или нет. так, боюсь, что я сейчас что-нибудь вам понажимаю, что потом вообще картинка пропадет. Ну вот смотрите, если посмотрите, белые здания, белые домики, вот эти маленькие домики, это относится к отелю, заканчиваются они, если посмотрите, серая крыша, такая вот, как галочка такая будет, что ли, возле серой крыши, если посмотреть ниже, там еще бассейн видно, вот это вот все, это и есть отель. Ну в принципе, не знаю, если конечно так на фото не совсем понятно, вы всегда можете зайти на сайт и более подробно пролистать фотографии, там конечно будет побольше фото и более понятно. Пляж хороший, протяженный, при заходе, вообще пляж отсыпанный песком, но при заходе будет встречаться галька, будет встречаться галька, мелкая, то есть заход будет комфортен и для детей, и для взрослых. Что здесь добавить по питанию? Питание прекрасное, то есть еще раз повторю, что во всех отелях Астерия, которых я была, в которых я проживала, всегда очень вкусное, хорошее, качественное питание. Наверное, ну вот на протяжении там инфатуров наши кормят в разных отелях, мы обедаем, но вот такого, как в отеле Астерия, для такой пятерки, которая считается не самой дорогой, это все-таки к средней ценовой категории приравнивается, что так персонал на кухне и повар будет тщательно следить. То есть, приходя на любой прием пищи, всегда можно наблюдать в зале повара, который несколько раз обходит абсолютно все столы, смотрит, в каком все состоянии, не дай бог, там где-то что-то, не знаю, нужно протереть, тут же вызывается уборщик. В общем, ресторан очень хороший, ресторан хороший, по питанию всегда очень разнообразно, несколько видов рыбы всегда было, и диетическое питание, какие-то отварные там блюда на пару и так далее. И для детей всегда еда есть, и для взрослых, и там для диабетиков, и для вегетарианцев, ну, всегда можно что-то найти, все очень вкусно. Вот, анимация здесь достаточно активна по сравнению с другими отелями, то есть, здесь и днем проходят анимационные программы, также и вечером проводят шоу. На территории отеля есть своя дискотека, вот, а здесь концепция по питанию ультра все включено, то есть, здесь входит импортный алкоголь, но, например, в основном ресторане, насколько я знаю, не подают импортный алкоголь, то есть, если вы хотите что-то, виски, мартинь или еще что-то, нужно подняться в бар в лобби, и там вам уже бармен и официанты на террасе либо за баром предложат что имеется из их ассортимента. Вот, и из данного отеля при желании можно минут за 20, может быть, 25, если не спеша идти, дойти до улицы бара. Вот, поэтому здесь можно отдыхать с семьей, а можно отдыхать и молодежи. Если ехать на такси, то это займет, не знаю, 5 минут, и заплатите 5 долларов. Вот, то есть, достаточно хороший отель для своего ценовой категории, тоже его всегда я всем рекомендую, потому что, на мой взгляд, он для Бодрума очень классный. Очень классный, несмотря на то, что есть шероховатости и, так скажем, отрицательные моменты по номерам. Ну вот. Ну что, переходим постепенно дальше. Следующий отель это новинка. То есть, вообще, по плану он должен был открыться в 2020 году. Это пятерка, называется Кая Палаццо Резорт Андрезиденс Бодрум. Ну, посмотрим, что там с открытием будет. Это мы, конечно, сейчас не узнаем. Наверняка. Ну, что было задумано, что было по плану? Вы, наверное, знаете, что есть на Анталийском побережье тоже отель Кая Палаццо. Это достаточно хорошая пятерка. Ну, вот новенький Кая Палаццо на Бодрумском побережье должен открыться. Здесь по концепции питания задуман полный пансион плюс, то есть, фуллборд плюс. То есть, шведский стол, в котором включены алкогольные, безалкогольные напитки местного производства, но только во время принятия пищи. В остальное время мы это плату можем сделать. Ну, вот. Состоять будет из одного главного здания, вилл и вот такие резиденции тоже, как коттеджного типа. вот. Песчано-галечный пляж находится в двухстах метрах от главного здания. То есть, ну, в принципе, здесь пару минут и мы на пляже. Номера должны быть максимально комфортные, со всеми необходимыми услугами, такими как халаты, тапочки, все банные принадлежности, фен, мини-бар. Кстати, здесь платный заявлен, поскольку питание фуллборд плюс. Вот. Ну, набор чай-кофе, кофе-машина, кстати, Энеспрессо, это все будет в номере предоставлено. Для детей здесь тоже будет концепция мини-клуб, джуниор-клуб, анимация, ну, то есть, все необходимое для детишек здесь будет. Поэтому тоже обращаю внимание на эту новинку, надеюсь, что в этом году все-таки откроется и начнет функционировать. Вот. Переходим дальше. Дальше у нас по плану Бодрум. Мы добрались до непосредственно сердца этого региона, да, самым главным героем сегодняшней встречи это городе Бодрум, бухта Бодрум. Вот. Это главная бухта, острова. Ну, что здесь могу сказать? В Бодруме расположено несколько пляжей пригодных для купания, но большую территорию занимает марина, то есть, причалы для яхт и кораблей. Соответственно, я просто знаю, иногда поступают звонки, когда агентство просит помочь с подбором отеля, с консультацией дать по отелям Бодрума, чтобы это было поближе к центру. Да, такие отели есть, но здесь нюанс с пляжем будет, поэтому имейте в виду, чем ближе к центру, тем больше вероятность, что будут какие-то последствия от всех этих яхт, кораблей и так далее. Да, море будет чистое, но тем не менее, сами понимаете, это все тоже влияет. бодрум. Ну, и чем еще привлекателен бодрум, у него есть архитектурная такая особенность, старая часть города, она представлена мощенными камнями, узкими такими улочками, белоснежными такими фасадами и ярко-синими ставнями, окнами, ну, то есть, это вот Греция, Греция, которая у нас стереотип же есть, вот эти бело-голубые домики, ну, вот в бодруме такая архитектура присутствует. Вот. Что касается отелей, ну, начну с пятерки, которая называется Diamond of Bodrum. Вот по данному отелю скажу, что он находится буквально в 10 минутах ходьбы от главной улицы города, то есть, здесь пешком можно дойти до центра города. Вот. С территории отеля, поскольку он тоже такими ярусами расположен, да, с территории отеля с верхнего этажа открывается невероятно красивая панорама, то есть, это один из лучших видов на город. Несмотря на то, что отель вот такой, ну, он относится к бюджетным, то есть, не могу сказать, что это прям самая хорошая пятерка, но это вот для тех, кто любит быть в центре. Но вид с верхнего этажа просто шикарный. Отель находится через дорогу по подземному переходу под землей от пляжа. здесь нужно будет пройти немножко. В принципе, на фотографии, если присмотреться, видно, что пляж, вода, зонтики, и дальше вот машины проглядываются, и уже через дорогу непосредственно идет здание отелей. Вот. Отель работает по системе питания, ультра все включено. Вот. И находится он очень близко к морскому порту, поэтому здесь наверняка, если будете отзывы читать, найдете негодование по этому поводу. Вот. При заходе в море здесь будет и песок, и камни, и есть также небольшой понтон у них для входа в море, если это удобно. Вот. Для детей здесь также есть услуги, то есть, есть детская анимация, детская площадка, предоставляют они горшки, кроватки, стульчики, вот такого рода услуги для детей есть. Ну, что сказать, отель для туристов активных, кто не хочет зацикливаться на каких-то шикарных номерах или большому количеству услуг, который просто хочет быть в центре города и при этом активно проводить время. Следующий отель, это отель Салмакис Резорт, он находится уже немножко подальше от центра Бодрума, но пешком все равно где-то минут за 30 можно дойти. Ну, где-то, может быть, километр, может быть, максимум два пешком идти до центра города. Здесь тоже основной контингент это немцы, англичане, поляки, голландцы, то есть, европейцы, в том числе, турки тоже сюда приезжают отдыхать. Отель работает на ультра, все включено. Отель не новый, это чувствуется, это видно, там, по мебели, по территории, но он имеет какое-то свое очарование, номера, холл, все выполнено в каком-то, вот вроде бы даже с нотками турецкого, османского стиля, но при этом без перебора, нет вот этого какого-то большого количества золота, он не смотрится помпезным. Очень милый, очень приятная, красивая территория, много цветов, много зелени, здесь будет софт-анимация, то есть, можно сказать, что здесь нет анимации, очень-очень такая ненавязчивая, живая музыка три раза в неделю, турецкая ночь один раз в неделю, и также здесь можно отдыхать с детьми, потому что есть детские услуги, мини-клуб, мини-диско, детские площадки, при заходе в море будет песок и будет встречаться галька, и отель находится на первой линии, то есть, опять-таки, для тех, кто хочет быть вроде бы на первой линии и при этом поближе к центру города, этот отель можно предлагать, здесь уже с пляжем будет ситуация гораздо лучше, чем с предыдущим отелем, за счет того, что немножко подальше от Марины находится. Следующий отель это Voyage Bodrum, тоже из названия понятно, что отель только для взрослых, только для взрослых 16 плюс, вот, до центра Bodrum здесь менее километра, то есть, можно приравнять городским отелем, ну, потому что такого городского типа в плане, что нет территории, то есть, она очень компактная, да, она симпатичная, красивая, но она очень такая маленькая, вот, и здесь у отеля из плюсов это отличный сервис и очень вкусная кухня, то есть, персонал здесь прям вот по максимуму выкладывается, вот, и здесь у пляжа есть такой нюанс, что, если вы посмотрите на слайд, то это понтон, то есть, это пляж понтон, есть лесенки оборудованные для спуска в море, если немножко сбоку отойти от понтона, то там есть пологий заход, но, честно говоря, он настолько маленький, я не уверена, что там будет комфортно заходить, комфортнее, чем с понтона, вот, поэтому позиционируем как пляж по то, вот, по питанию все, все хорошо, все вкусно, ультра все включено у нас, ну, тоже здесь по этому отелю могу сказать, что все-таки где-то уже требует там реновации, такой вот многим не совсем нравится специфичное оформление номеров, если посмотрите, белые такие стены, они немножко как будто покрашенные, просто побеленные стены, то есть, ну, не каждому это нравится, вот, но многие взрослые ценят вот этот нюанс, что здесь можно насладиться тихим, спокойным отдыхом, шикарные тоже виды на море открываются, шикарные закаты, вот, и при этом всегда можно быть в центре событий и пойти в город погулять. Идем дальше, пожалуй, из того, что мы еще сегодня не обсудили, есть несколько тем, которые хочу затронуть. Вы познакомились с окрестностями Бодрыма, мы узнали поближе отельную базу, вот, но вот о покупках мы еще с вами не поговорили. Самый большой выбор товара, наверное, все-таки в торговых центрах, где можно купить не только какие-то сувениры, но и, к примеру, обновить гардероб. Да, то есть мы же, когда приезжаем куда-то отдыхать, особенно в Турцию, мы все равно хотим пройтись по магазинам и прикупить каких-то вещей. Так вот, в Бодрыме есть несколько крупных торговых центров, один из них называется Оазис. Ну, это полноценный большой торговый центр, как мы и привыкли, то есть здесь, помимо магазинов, есть еще и рестораны, и детские площадки, кинотеатры, боулинг, то есть здесь можно провести время, вот, в развлекательном плане можно будет занять себя. Вот, и почему он называется Оазис, потому что там располагаются пальмы, фонтаны, бассейны, то есть похоже на Оазис. Вот. Многие магазины и бутики, которые здесь находятся, они в такой средней ценовой категории, то есть в принципе доступные цены, и очень много международных марок представлено, такие магазины, как Манго, Маркс Энн Спенсер, Пола Гараж, Лакост, Мави, то есть, ну, все, что в принципе, все, что нужно, там можно найти. Вот. Также есть еще один торговый центр, очень такой крупным считается, называется он Миттаун. И здесь можно найти уже много турецких марок, что тоже интересно, достаточно качественная одежда, обувь, сумки, то есть шоппинг в Бодруме довольно-таки неплох. Вот. Но вообще, если говорить о городе, ну, например, в центральной части Бодрума, там прям целые улочки и кварталы отданы под торговлю, есть магазины как сетевые, так и небольшие, какие-то магазинчики местные, такие колоритные, все красивые. Вот. Поэтому, ну, многие, не знаю, многие, например, идут за покупками не в торговый центр, а многие идут на рынок. Есть же такая категория туристов, которые всегда приезжают в какое-то новое место, обязательно идут на рынок, причем на продуктовый рынок, чтобы каких-то вкусностей, фруктов прикупить, наследиться всем этим колоритом, вот, всей этой атмосферой. Вот. Ну, и также есть рынки, где продаются, не знаю, полотенца, ковры, керамика, кожаные изделия, где все это тоже можно приобрести. То есть, в принципе, на рынке можно найти абсолютно все, от дешевых маяк до подделок под известные европейские бренды. Вот. Ну, наша прогулка постепенно, постепенно идет к завершениям, вот, но еще вот один есть такой нюанс, который мы с вами не проговорили, я предлагаю напоследок заглянуть в ночную жизнь полуострова. Я вообще могу вас заверить, что закаты в Бодруме, они просто потрясающие. То есть, вечером на заходе солнца очень приятно сидеть в одном из ресторанчиков, наслаждаться окружающими окрестностями, а вот после ужина уже можно продолжить проводить свое время в одном из многочисленных баров или кальянных, можно вообще переместиться на дискотеку или в ночной клуб. То есть, город славится оживленной ночной жизнью и модными ночными клубами. Ну, ночные клубы и бары здесь расположены в двух частях города, в двух частях Бодрума. Это непосредственно в самом Бодруме. И, если вы посмотрите, тоже схематично хотела вам показать, это просто гугл-карты, ночные клубы Бодрума забила в поиск. И что я получила? То есть, с левой стороны мы видим много-много красных значков, но они практически все в одной точке сосредоточены. Так вот, это ночная жизнь Гюмбета. Это те улочки, кварталы, которые находятся в бухте Гюмбет. И там ночная жизнь кипит, там постоянно происходит какая-то тусовка. И как мы видим, все эти значки стоят очень близко, то есть, там все очень компактно. Что касается Гюмбета, прям вот все вместе, все, так скажем, в одной точке. А если мы посмотрим на правую сторону, да, то мы увидим, что все эти бары, ночные заведения, они вот как бы разбросаны. Вот. То есть, в Бодруме, например, можно найти очень знаменитые такие клубы. Есть клуб Катамаран. Раньше, кстати, очень знаменитой была дискотека Галикарнас называлась. Ну, насколько я осведомлена, по-моему, ее уже закрыли. Но она прям легендарная была, она там 5000 человек умещала. Вот. А сейчас очень много заведений в Бодруме, такие как Мандолин Бодрум, Адамик, Катамаран. То есть, очень много баров, их всех не перечислить. Вот. В принципе, на любой вкус можно найти для себя дискотеку или клуб. Вот. В Гюмбете там тоже очень много таких известных клубов, как Пош, Паша, Бог, Мистери Бар. То есть, тут их, не знаю, мне кажется, такое множество, что все названия и не запомнишь. Но в Гюмбете, если в Бодруме мы можем, так скажем, выбрать заведение по своему вкусу, что-то где-то посмотреть, какие-то афиши, подумать, куда мы хотим сходить, на платный вход или на бесплатный вход, что нас интересует, то в Гюмбете, как правило, действует правило такое, вот куда вся толпа, туда и ты иди, потому что, значит, какая-то вечеринка в одном из клубов, либо там какая-то будет классная музыка, либо, не знаю, какой-то диджей. Вот. Вообще, бары работают, начиная с 12 дня и до, там, не знаю, до часа ночи, до двух часов ночи. Далее, бары закрываются, открываются дискотеки, которые где-то, ну, с 10-11 часов вечера они начинают работать, вот, и до самого утра, до самого рассвета. Вот. По поводу клубов и дискотек, ну, что касается Гюмбета, это преимущественно можно назвать, ну, все-таки такими дискотеками, очень много открыток площадок, есть и закрытые, ну, в плане того, что не опеннер, а просто закрытое помещение. Вот. Есть клубы с платным входом, есть и с бесплатным входом. Очень часто бывает так, что если вход платный, то, например, по этому же ваучеру, по билетику входному предлагается один, там, бесплатный какой-то коктейль. Вот. Но все зависит от вкуса туристов, какая музыка нравится, что им больше нравится, какая направленность и так далее. Вот. Ну, на любой вкус можно найти. Еще хочу поговорить с вами об экскурсиях. Наверняка это тоже для вас и для туристов очень сильно важно. Сразу скажу, что, ну, всегда стандартный вопрос, какая же цена на экскурсии. Мы всегда ориентируем на то, что на месте узнают стоимость экскурсии туристы. Но, тем не менее, тем не менее, я вам дам ориентировочные цены, ну, которые у меня есть. И понятно, что я сразу делаю оговорку на то, что я примерную стоимость называю. Может быть, она поменялась, может быть, дороже, может быть, дешевле, но просто, чтобы вы немножко ориентировались. Какие экскурсии есть и сколько они стоят. Вот. Ну, назову такие вот, так скажем, основные, да, экскурсии. Это Дальян. Дальян – это прогулка по реке, это посещение лекийских гробниц, это знакомство с черепахами карета-карета. То есть, вот экскурсия, она там занимает большую часть дня, достаточно интересная, живописная, очень многим нравится. Такая экскурсия, она взрослого, стоит 65 долларов. Следующая экскурсия, которая у нас, в принципе, из любого региона предлагается, это экскурсия в Памукале. Ну, Памукале, наверняка, тоже знаете, что это природный культурный объект, это всемирное наследие ЮНЕСКО, вообще, известно, это местно по всем мире. То есть, это уникальные термальные источники. Вот. То есть, при поездке в Памукале предусматривается посещение вот этих источников. Ну, помимо этого, по дороге еще посещается текстильный центр, мастерская по обработке ОНИКСа, то есть, то, где можно приобрести сувениры и сделать какие-то покупки. Ну, вот Памукале тоже стоит 65 долларов. Следующая экскурсия, которая, ну, наверное, все-таки относится к региону Бодрум, потому что из Бодрума ближе всего ехать, это экскурсия в Эфес. Эфес это самый крупный и наиболее хорошо сохранившийся из древних городов Малой Азии. То есть, это город, который можно понаблюдать и посмотреть, что же осталось от этого древнего города. Вот, здесь находится одно из семи чудес света, это храм Артемиды Эфесской. Вот, ну, то есть, в древности это лично считалось, это место считалось подлинной обительюю богов. То есть, это интересно. Тоже стоимость 65 долларов. Вот, и, конечно, много вопросов было, и, конечно, экскурсия на Кос. То есть, из Бодрума самый ближайший греческий остров это Кос. Мы добираемся туда на пароме. Если мы приобретаем через аннекс-тур у наших гидов посещение Коса, то есть два варианта. Если у ваших туристов открыта действующая шенгенская виза, в таком случае за 35 евро можно купить билетик туда-обратно на паром, и в эту стоимость будет входить трансфер до парома, сам паром и, собственно, обратная дорога. На территории острова туристы уже предоставлены сами себе. И второй вариант. Когда у туристов нет действующей шенгенской визы, в таком случае можно оформить временную визу именно для однократного посещения греческого острова Кос. В таком случае услуги оформления визы, в том числе трансфер и паром, будет стоить уже 90 условных единиц на человека. И сразу сделаю оговорку, что для того, чтобы оформить эту визу, это разрешение, потребуется фотография, паспорт и заполнение анкеты. То есть никакого там какого-то сбора документов, ничего такого. Самые простые, элементарные фотографии можно, в принципе, сделать и на месте. Можете взять с собой фото, которые подходят на визу. И, естественно, на визу требуется оформление. Время требуется. Насколько я знаю, в районе двух-трех дней требуется для того, чтобы сделать все. Поэтому, если туристы хотят именно с оформлением визы, то лучше всего в первый день, когда прибывают в Бодрум, приходят на встречу информационную с гидом, обсудить эту тему сразу в первый же день, чтобы, например, за неделю отдыха они могли посетить остров Коз. По поводу самого острова. Остров очень красивый. Я, к сожалению, не поехала на эту экскурсию, но девочки из инфратора, из моего, они посещали самостоятельно. То есть, они взяли только, как у них были визы, они взяли только порог и трансфер и на острове находились самостоятельно. Очень колоритно, очень красиво, красивые места, красивая природа, чистейшие пляжи, вкусно покушали, причем по острову Коз, вот этой туристической зоне, ходит такой туристический автобусик. Стоит, по-моему, 10 евро, но фишка в том, что в течение дня ты покупаешь билетик, и ты можешь на любой остановке выходить и опять садиться в этот автобус, и таким образом можно несколько мест вот на этом автобусе проехаться, посетить. Так что отличная возможность открывается для туристов, отдыхающих бодрым, и посетить еще и Грецию, посетить еще и греческий остров Коз. Что еще по экскурсиям добавлю? Ну, конечно, это я вам перечислила самые такие вот основные, самые интересные, самые популярные экскурсии, но ведь еще множество предлагается различных вариантов, типа рыбалки или джип-сафари, вот самые такие недорогие прогулки на яхте, они будут стоить примерно около 30 условных единиц, джип-сафари 35, если, например, пиратская яхта, детская анимация с какой-нибудь дискотекой дневной такого формата, то где-то 45 условных единиц. Но вообще хочу сказать, что вот приехав в Бодрум, ну, просто обязательно нужно взять прогулку на яхте, причем можно это купить в составе экскурсии, можно это просто выйти в Марине, там очень много предлагается просто этих прогулок. Катера эти абсолютно разные, есть большие пиратские корабли, а есть маленькие скоростные лодки. Ну, то есть морская прогулка, посмотреть на все эти бухты со стороны моря, это действительно бесценно, плюс ко всему море настолько чистое, настолько бирюзовое, обязательно будет стоянка для купания в открытом море, ну, это прям здорово, то есть море в подруме очень-очень красивое и купаться там очень классно. Вот, водичка бирюзовая, правда, конечно, не на всех пляжах кристально бирюзовая вот этот вот цвет, но, тем не менее, практически везде, в большинстве мест вода очень красивая, чистая, прозрачная. Ну, что, мы потихоньку идем к завершению. Я хочу сказать еще такое заключение сделать, что благодаря уникальному положению географическому Турция, вообще страна, она веками оставалась местом, местом между континентами, то есть местом великих сражений, каких-то межкультурных диалогов. Здесь очень богатая история и многовековое культурное наследие, поэтому, приезжая в тот же Бодрум, как и, в принципе, наверное, на любой курорт Турции, мы можем совместить пляжный отдых с, не знаю, с гастрономическим туризмом, отведать каких-то вкусностей, да, и местных блюд, при этом еще посетить исторические места и посетения. Продолжение следует...